Утренний кофе Мы желаем вам бодрого утра и хорошего начала дня И сегодня в программе вы увидите Сегодня в программе утренний кофе Без работы в кризис не останешься, если правильно подготовиться к собеседованию На заметку соискателю, как все сделать грамотно Почему мясо тунца по вкусовым качествам сравнивают с молодой говядиной И какую степень прожарки этого блюда выбрать Сколько миллионов тонн весит плотина Красноярская ГЭС Утренний кофе Ну и в этот ранний час не сфильм не только мы здесь, но и те, кто нас смотрит Но и также ряд наших коллег, которые уже выбрались в город И готовы в течение всего утра включаться, рассказывать свои новости Разыгрывать что-то и общаться с гостями Итак, у нас сейчас давайте проверим связь Антон Богданов Антон уже делает зарядку какие-то, несколько пап демонстрирует нам спортивных Антон, доброе утро Дон колл мэйнэйм, Дон колл мэйнэйм, Олегхандро Без судьба Марины не прожить теперь и дня Здравствуйте, студия, доброе утро, горожане Сегодня я расскажу, где обменять ненужное на необходимое Про улетный пикник освещу погоду на выходные Расскажу, какая будет эксперименты в театре оперы и балета Кстати, вот планируется, когда Тоже узнаете сегодня из нашего выпуска А пока, для тех, кто просыпается, хмурится, сердится Вот помните, что за каждые полторы минуты злости Вы теряете 90 секунд счастья Студия, вы со мной согласны? Согласна, только я с утра сейчас не могу с этой книгой разобраться Спасибо, Антон Так, и у нас сейчас еще на связи находится Еще одна наша коллега, Юлия Дудникова Сейчас находится в кафе, где она будет встречаться с гостями, которые придут к ней Юлия, доброе утро Доброе утро, и сколько ты чаши кофе уже успела выпить? Доброе утро, и сколько ты чаши кофе уже успела выпить? Доброе утро, студия Пока кофе не пила, но в скором времени собираюсь Сегодня мы находимся в центре города Свое кафе «Кекс и кредиль» на декабристов 23 Совсем скоро сюда ко мне приедут гости Первый из гостей специально для нас пораньше приехал из другой страны Из Белоруссии, из города Минска Очень много будет сегодня интересных гостей Поэтому не переключайтесь, дорогие телезрители Оставайтесь с нами Но пока слово вам в студии Саша Марина Спасибо, Юля Ждем ваших гостей, ждем включений Заваряй кофе Так, ну а мы пошли пить свой кофе И рассказывать вам о том, что нас с вами ожидает сегодня Ну, давайте немножко вернемся все-таки к погоде, которая нас ожидает сегодня Сегодня, 4 сентября, в пятницу Будет довольно теплая погода Еще такой, синоптики обещают нам довольно теплый день До 25 градусов Но к вечеру, возможно, дождь и, возможно, даже гроза Поэтому, выходя сейчас из дома, не забудьте, пожалуйста, о зонтике Ну, поддерживаем традицию, сложившуюся уже вот в этом лето Рабочая неделя у нас жаркая, выходные дождливые Выходные, да, прохладные Поэтому даже не знаю, что вам сказать Ну, хотя вообще мероприятия планируются На столбах тоже в субботу будет Вечером концерт Ильи Бешевли в субботу, опять же Поэтому можно провести с толком выходные Но пока давайте, у нас впереди еще рабочий день целый И давайте поговорим сейчас о том, чем, опять же, себя занять можно Не знаю, по вечерам, в выходные В дождливые выходные В общем, смотрим сюжет нашей коллеги Лепка из глины только на первый взгляд кажется простым занятием На деле все не так-то просто В первую очередь, не каждая глина подходит для того, чтобы из нее делали шедевры Мы привозим с карьера в мешках Глину замачиваем в баках Вот, видите Вот она должна вымачиваться не меньше двух недель Для того, чтобы качественная масса произошла Потом мы пропускаем это через сито Ну, разнообразное, да И обезвоживаем в сушилках Вот, видите, она уже не липнет Если глина к рукам не липнет, значит, можно с ней работать После сушки глиняные бруски упаковывают в полиэтилен И только спустя несколько дней из глины можно начинать лепить Для начала целый брус делят на кусочки Разрезают его не ножом, а специальной струной Мы с вами покрутим Вот, смотрите, видите, на срезе нету пузырей Будем надеяться, что этих пузырей не будет дальше По словам мастера, работать с глиной нужно как с тестом Раскатать ее и сделать эластичной А дальше самое интересное и завораживающее – гончарный круг При работе с гончарным кругом работают центробежные силы То есть нужно обязательно, чтобы между рукой и глиной была бы влага В руках мастера изделия сразу обретают нужную форму Осталось только убрать излишки, и вот готовая кружка Затем мы ее подготовим к обжигу, немножко загладим И поставим в обжиг В обжиге, где они будут стоять в печке Где-то приблизительно часов 10-12 И затем мы увидим вот такое изделие А дальше готовое изделие нужно сначала покрыть глазурью А уже только потом дать волю фантазии и разрисовать в любом цвете Ну что же, а давайте еще пару слов расскажем Немножко финансовой информации Курс доллара у нас составляет сейчас По данным ЦБ, если смотрим, 67 рублей за доллар Евро 75 Чуть-чуть все подросло И продолжая финансовую тему Вот такая приятная новость пришла о том, что Объем банковских вкладов на с вами, россиян Составляет на сегодня 20,4 триллиона рублей И с января по августу этот показатель вырос на 10% То есть, в общем, мы с вами, оказывается, доверяем банковской системе экономики Деньги несем обратно в банки И 15 триллионов из этих 20 россиян держит в рублях Остальные 5,5 почти в других валютах Главным образом в долларах Такие дела Ну вот еще о суммах и о цифрах Сегодня, 4 сентября, в 1998 году была основана компания Google Отмечает свой праздник Ну вот если о доходах За 2014 год доход компании Google составил 66 миллиардов долларов Что на 19% больше, чем в прошлом году Ну, львиную часть выручки все-таки Google получила благодаря своей поисковой системе Которая принесла компании почти 77% от всей совокупности всего суммарного дохода Под счастливой звездой родился Google А вот давайте, что там, эта счастливая звезда Может быть, кому-то тоже посоветуюсь сегодня посмотрим Гороскоп Здравствуйте, меня зовут Алена Раева И я расскажу гороскоп на 4 сентября Овны Сегодня будьте уверены в себе и у вас обязательно все получится Тельцы Для вас этот день будет наиболее благоприятный для восстановления дружеских отношений Близнецы Велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений Раки В вашей душе и сердце будет царить особая атмосфера, которая поможет вам преодолеть любые трудности Львы День отмечен важными переменами и получением неожиданных известий Девы Обязательно позвоните близким и встретьтесь со старыми друзьями Весы В этот день вам необходимо избегать всяческих конфликтов и ссор Сегодня будьте сдержанней Скорпионы Сегодня для вас поступит важное предложение Но прежде чем принять его, постарайтесь все хорошенько обдумать Стрельцы Сегодня для вас радостным и полезным окажется общение с родственниками и друзьями Козероги Ваши усилия не пройдут мимо начальства За свой труд вы непременно получите денежное вознаграждение Водолеи День хорош для самообразования и расширения общего кругозора Рыбы Сегодня один из самых благоприятных дней, чтобы начать новое дело С вами была Алена Раева И пусть вам сегодня обязательно повезет Устренний кофе Такие дела В общем, кто верит, тот верит, кто не верит Принимает на всякий случай к сведению Так, ну и напомним, что можно нам звонить Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 2616263 Звоните нам в прямой эфир, делитесь своим впечатлением о начале сентября Как он проходит у вас, может быть ваши также рецепты бодрости Мы все так же их принимаем, нам очень они интересны И так же у нас есть группа ВКонтакте Утренний кофе и страничка в Инстаграм Там вы можете заходить, комментировать фотографии Ставить лайки, выкладывать так же свои фотографии Как вы просыпаетесь и как начинаете свой день Ну и коль скоро у нас выходные впереди То тоже прошу звонить нам Рассказывать о том, где и как можно эти выходные провести Может быть вы знаете то, о чем мы не знаем большинство Не знаю, какие-то интересные мероприятия, события Движуха где-то происходит В общем, давайте, делитесь советами Опять же можно перевел в ВКонтакте, если стесняетесь По телефону звонить Не стесняйтесь Ну еще одна очень важная новость для тех, кто сейчас собирается выезжать Сегодня вот буквально через несколько часов утром Открывается проезд на проспекте Свободном Там расширили дорогу до 5-6 полос Буквально недавно, накануне мэр принял эту дорогу И все нарушения, которые были до этого от надзорных органов Они все устранены Поэтому проспект Свободный Скоро перестанет быть свободным Думаешь не станет свободным? Нет, ну сейчас он свободный, там никого нет Хотя нет, кто-то там скоро будет Там будет наш корреспондент в скором времени Да, обязательно, тоже не пропустите этот момент Посмотрим, как все выглядит в реальном времени вот сейчас Ну а пока что Антон Богданов готов нам рассказать о чем-то другом Он сейчас присутствует пока не на свободном Но готов нам поедать, а может быть что-то и разыграть Сейчас узнаем Антон, слушаем тебя Антон, доброе утро еще раз Доброе утро студия, доброе утро дорогие телезрители Где, где планшет мой красный, прекрасный А поменял я его на такой зонт Нисколько не опасный Мы сейчас находимся около молодежного центра Пилот Где в воскресенье 6 сентября состоится фримаркет Куда каждый желающий, каждый горожанин Может прийти с какой-нибудь ненужной или надоевшей ему вещью Но хорошего качества И обменять ее на необходимую вещь нужного качества Девчонки вот уже готовятся во всю Красавицы, выспавшиеся, улыбаются Доброе утро девчонки Доброе утро Давайте познакомлю вас с телезрителями Алена, Юля и Евгения Слава Богу Расскажите, пожалуйста, почему на фримаркете вы принимаете Туфли, одежду, зонты и прочую бытовую утварь, а бутылки нет? Фримаркет это бесплатная ярмарка Куда любой желающий может принести свои вещи, которые мы стали ненужными по какой-то причине Но могут быть полезны другим людям У нас никаких коммерческих отношений, никаких денег Все бесплатно, все можно подарить, можно обменять Такой формат бутылки мы не принимаем Ну, вы знаете себе по каким причинам, потому что мы не прием бутылок У нас в основном только полезные вещи, полезные предметы Наш фримаркет будет отличаться в этом месяце тем, что он будет со школьным уклоном Мы ждем людей, у которых есть, может, старые учебники, старые тетрадки, которые им не понадобились В общем, все, 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 что связано со школьниками, это мы прямо очень сильно ждем Хватит жадничать, хватит жадничать, приносите все в сквер центра Пилот молодежного на улице Аэровокзальной Евгения, скажите, пожалуйста, а кто может стать участником? То есть нужно как-то прийти заранее об этом заявить или в день можно прийти? Участником стать может любой желающий Вот вообще любой желающий Заявлять ничего не надо заранее Можно прийти 6 сентября в парк Пилота И посмотреть, где по локации будет, допустим, если вы принесли женские вещи, мужские вещи И положить эти вещи, выбрать из того, что есть тебе что-то интересное Ну и все, и поучаствовать в наших таких развлекательных, интересных моментах, которых скажет Юля Юлечка, скажите, пожалуйста, но без фанатизма, дорогие граждане А то принесете одну варежку, а унесете три ремня, как это обычно бывает, правда? Юля, расскажите про свободный микрофон Вы мне нашептывали, нашептывали, так ли это будет? Конечно, у нас будет площадка с свободным микрофоном То есть каждый горожанин, который поет, играет на гитаре или на чем-нибудь еще Может спеть, танцевать и поиграть на чем-нибудь Итак, 6 сентября с 2 до 7 в сквере около молодежного центра «Пилот» Обмениваемся, поем, танцуем Марина, Александр, а вы участвовали в таких ярмарках? И вообще, что не жалко отдать народу? Дайте мне таблеток от жадности и побольше, и побольше Я вот не принимала участие в таких акциях, но, знаете, на самом деле Очень хотелось бы побывать, особенно где-нибудь в Европе На каких-нибудь таких вот базарах, рынках, где вот обмен происходит товар Особенно под Рождество очень... Можно что-то выгодно приобрести, да? Да, просто погулять хотелось Я, кстати, вспомнил по поводу участвования в ярмарках в школе Это был первый и последний раз, когда я участвовал в качестве продавца в школьной ярмарке Продавал пирожки Как-то не задалась продажа у меня Пирожки были... Это было обязательно? В школе обязали? Нет, почему? Просто как бы все, кто хочет, тот может поучаствовать Решил поучаствовать В итоге у меня пирожки покупал товарищ Больше никто не покупал Я, по-моему, деньги все равно все отдал Но пирожки разошлись, товарищ наелся Больше никто не покупал, и больше я в торговле не участвую Не мое это То есть коммерческая жилка все-таки не особо? Я вам еще что хотел рассказать Знаете, такую штуку, как под названием электричество Вот эта штука производится на, в том числе на ТЭЦ и на гидроэлектростанциях Всем понятно, не буду объяснять А вот как эти гидроэлектростанции устроены, далеко не все знают Далеко не все попадают А если попадают, далеко не в те, не в большинство интересных мест, где возможно Так вот, мы предоставляем эту возможность Далее рубрика «Как это устроено» Я отправился на Красноярскую ГЭС, изучал, где там, что, как шумит, крутится, вертится И насколько это масштабная вещь Давайте смотрим Гидроэлектростанция Зачем она нужна и как работает, в общих чертах знают все А вот как здесь все устроено, далеко не многие Изучать механизм по выработке электроэнергии мы отправились на вторую по мощности ГЭС в стране И девятую в мире На Красноярскую гидроэлектростанцию Попадая на территорию ГЭС, ты попадаешь в мир огромных чисел Тысячи мегаватт, сотни тонн, миллиарды кубометров Здесь все очень масштабно Мощность Красноярской ГЭС 6000 мегаватт Среднегодовая выработка почти 18,5 миллиардов киловатт-часов Общая длина плотины по гребню составляет 1072,5 метра Да, это поистине циклопическое сооружение Высота плотины составляет 128 метров А вот слева и справа от меня это водоводы По два водовода на один гидроагрегат Вот там внутри, сейчас внутри вот этих вот штук Течет вода с огромной скоростью Ежесекундно через два водовода на один гидроагрегат Проходит 600 кубических метров воды Если переводить это в железнодорожные цистерны То примерно это будет один железнодорожный состав Представляете, ежесекундно один состав воды Проносится по этим водоводам На Красноярской ГЭС установлено 12 гидроагрегатов Однако все одновременно они никогда не работают Электроэнергия – товар, который невозможно складировать Ее невозможно сделать впрок Ее производят столько, сколько нужно Норму выработки просчитывают заранее на основе заявок от города И промышленных предприятий Есть такая байка, как на любом производстве Да, есть байки Есть такая байка, что приезжал Алексей Николаевич Косыгин Это он тогда был в Совете Министров СССР Якобы для него опускали Здесь были еще старые такие огромные приборы Гиганты со стрелками И якобы включили для сагрегата, чтобы было 6000 мегаватт Ну, я считаю, что байка красивая Но 11 включали Машинный зал – место шумное Однако есть место на станции, где уши испытывают еще большую нагрузку По лестницам мы спускаемся еще ниже Туда, где можно, если говорить поэтическим языком Услышать, как бьется одно из 12 сердец Красноярской ГЭС Такое здесь сейчас очень странное помещение Это шахтер турбины Вот здесь, вы видите, вращается балл турбины Из-за скорости 93, где-то оборота в минуту Но там вот может, что-то там можно видеть, как вода по ним бьет Это вода, которая является смазкой для подшипника турбины В общем, возле таких вот объектов огромных У меня всегда возникает ощущение, что это нечто реально, ну не знаю Как какие-то природные объекты всегда существовало То есть сложно поверить, что человек может создать такое То есть человек может много чего создать Но вот эти масштабы, это, конечно, гигантские сооружения Поражает, когда ты внутри находишься, да? Поражает, да, очень Ну, Саша, я у тебя хотела спросить Ты играешь в какие-нибудь компьютерные игры? Ну, было дело когда-то, сейчас уже отошел Сейчас уже не играешь Да Вот хотелось немножко рассказать о такой статистической информации В одну популярную игру «Танчики», если по-простому как их называют И мы сейчас уже встретимся скоро, ну не мы конкретно, а наш корреспондент и ведущая Юлия Дудникова в кафе Она сейчас встретится с нашим первым гостем Ну вот в эти «Танчики» в 2013 году играло 75 миллионов World of Tanks, если говорить правильно Если да, если говорить полностью название, то это именно так А в 2014 году, знаешь, сколько? Сколько? Уже один миллиард участников играло одновременно в эту игру Представляете, какие масштабы? Это самая аналасовая, наверное, игра в мире Я прямо, я не играю в эту игру, ну как-то вот отошел действительно от компьютерных игр Ну, видимо, какая-то мега крутая, раз миллиард людей играет Давайте послушаем уже и встретимся, наконец, с нашим гостем Юлия Дудникова Доброе утро, еще раз, доброе утро первому нашему гостю Доброе утро, еще раз, доброе утро, первому еще раз Доброе утро, еще раз, Саша и Марина, доброе утро Уважаемые телезрители, да, действительно, сегодня у нас в гостях разработчик, можно сказать, уже легендарной компьютерной игры World of Tanks А также представитель компании Wargaming Константин Никифоров Константин, доброе утро Константин, ну вот Марина говорила цифры, вы так качали немного головой Не столько человек играет в эту игру На счет 70 миллионов, правильно, 70 миллионов регистраций было, сейчас уже больше 100 А установленный рекорд, миллион 114 тысяч человек, это одновременно находилось на русской периферии Возможно, серверные технологии дойдут до того, что мы сможем поддерживать миллиард онлайна Ну, не знаю, когда Нет, а есть вообще число, примерно, сколько людей, в принципе, увлекается этой игрой? Да, больше 100 миллионов Больше 100 миллионов по всему миру Давайте, вот, не все наши телезрители знакомы вообще, может быть, с этой игрой Расскажите, ну, хотя бы, немного подробностей, что это за игра, когда она была разработана? Пять лет назад, чуть больше пяти лет назад появилась идея создания игры Мы отошли от своей стандартной концепции Wargamer, так называемых Начали делать орков с эльфами, но пришла идея все-таки, давайте попробуем танки Попробовали, пошло, игра стала набирать обороты, за которыми мы даже не успевали То есть, сервера приходилось наращивать серверные мощности Просто галлопировано И, в итоге, из простой какой-то стрелялки с низким порогом вхождения Игра превратилась в танковый музей Сейчас больше 300 образцов техники Увековечены имена героев, события Второй мировой войны Работает программа «Помним все», в рамках которой Содействие музеям, восстановление техники, автопробеги, привлечение внимания К Второй мировой войне И я скажу, что сам вопрос Второй мировой войны задышал по-новой Молодежь перестала увлекаться как-то, перестала интересоваться этим А благодаря игре вновь появился вопрос, но мы даем ответ А как вы считаете, в чем секрет вот такой успешности этой игры? Почему именно миллионы людей садятся ежедневно за компьютеры И играют именно в эту игру, а не в какую-либо другую? Это доступная всем тема, близкая всем тема На постсоветском пространстве нет людей, которых бы не задела Вторая мировая война Плюс танчики, железные машины большие, это такая мальчуковая вещь И низкий порог вхождения, она проста в освоении даже для уже взрослого поколения, которое к компьютерам-то не очень Мой отец вот играет, ему достаточно одного пальца и одного пальца для мышки Ну, вы в Красноярск приехали не случайно именно сегодня У нас будет в Красноярске проводиться турнир по этой игре Воскресенье Воскресенье, да Вот про эти турниры расскажите, пожалуйста, когда они их начали проводить, в каких городах они уже были? Больше трех лет назад мы начали встречаться с игроками вживую Люди много общаются в интернете, общаются в игре, на форуме Там жаркие споры, баталии идут про танки Кто может рассудить? Ну, конечно, разраб, приезжай, расскажи Сначала это было там 20-50 человек Переросло все это в турниры, туда приходят по несколько тысяч человек В этом году на мероприятии в Москве было 12 тысяч человек Год назад мы решили устроить автопробег Я ехал из Владивостока в Брест-Французский, это сквозь весь континент Два месяца в машине провел И вот, приехав в Сибирь, поняли, что сюда надо Что люди, вот, им не хватает Потому что Москва, близлежащие к Беларуси, города России, они уже насыщены Мы там часто, а сюда далековато Людей приходило огромное количество на встречи, вот автопробежные И мы решили, что давайте-ка приедем Нашли партнеров в лице Дом.ру, которые сказали О, мы можем интернет, мы можем гампы и людей Все, приезжаем и делаем турниры Ну, вот, до Красноярска турнир был в Иркутске Да Сколько он людей собрал, ажиотаж был? Ажиотаж был, ну, вот, как я ожидал Я сказал, что в Иркутске будет толпа Потому что на вечный огонь в автопробеге пришло очень много людей И так и было, когда пришло время выйти на сцену, вышел и просто в шоке Все трибуны заняты, весь зал, этот стадион Ну, не стадион, а спортивный зал, полный людей Ну, был шок В Красноярске воскресенье у нас проходит ИВНЦ Сибирь, все правильно? Что там будет, турниры, что он из себя подразумевает? Личное первенство или как личный зачет? Сам по себе турнир сначала проводится в интернете отборочный А потом четыре команды встречаются в офлайн-финале, так называемом То есть именно в воскресенье они приедут в центр этот И будут играть уже непосредственно на сцене с трансляцией Для всех, кто придет, будет личный зачет Ты можешь принять участие в личном зачете Если ты окажешься лучше всех за день, ты получишь много голды Голды это что? Голда, это внутриигровая валюта Это уже собственная, можно сказать, валюта И ценные призы, компьютерная периферия А если ты не окажешься лучше, без подарков все равно не уйдешь Никого не оставим Плюс у нас много разных конкурсов, активностей Обычно лазертак, для детей маленьких, для взрослых, для всех Потому что люди приходят с целыми семьями, с грудничками на руках Для всех нужно найти, чем заняться То есть правильно я понимаю, в команде зачета уже какая-то регистрация была Люди зарегистрированы в личный зачет Если я люблю играть, например, в эту игру, я могу прийти и без проблем Если не любите, тоже можно прийти Если не любите, тоже можно Хорошо Хочу сказать нашим телезрителям Смотрела фотографии и видео с Иркутска Действительно, это не просто какая-то игра Это целое шоу, организаторы устраивают, спасибо им И там с автоматами люди в камуфляже ходят Про Иркутска знаю такой интересный случай Не знаю, подтвердите ли вы его или нет Знаю, что вас на улицах города останавливали сотрудники ГИБДД И узнав, что вы разработчики именно этой игры прям останавливали Ой, отпускали Я не хочу никого компрометировать Но такое бывает, что разраб дай голды Это уже стандартная фраза такая И куда едем там, туда-туда-туда-то А вы случайно не... да, а может быть карточку с бонус-кодом Ребята, ну что вы... да, есть такое Спасибо вам большое, Константин Всегда рада Я думаю, приглашаем всех красноярцев, кто любит эту игру Главное, играть дозировано, думаю Не больше двух-трех часов в день, чтобы... Во всем надо знать меру Да, чтобы не переросло эту онлайн-зависимость Напомню, что сегодня с нами в кафе в центре города Разговаривал Константин Никифоров Разработчик компьютерной игры Work of Tanks Спасибо вам большое На этом пока у нас все, студия, Марина, Саша, вам слово Спасибо вам, спасибо за эту интересную игру Я, кстати, вспомнил по поводу популярности Действительно, как-то ехали в Китай в поезде Там мальчишка, который по-английски говорил лет 13 Спрашивал тоже, а вы играете вот в эту игру? В All of the Stands? Я говорю, да нет А я вот там знаю, я там за русских играю Я знаю танк Т-34 То есть в Китае уже знают историю нашей страны С помощью этой игры Ну, видишь, я пожелала настолько много участников игры И поэтому я думаю, что только она будет развиваться Все будет хорошо Ну, правильно Юля заметила, что главное, чтобы это было дозировано Ну, а пока у нас дозирована будет небольшая пауза рекламная После этой небольшой паузы вернемся в студию Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился Сейчас хотелось бы рассказать довольно важную новость для автолюбителей Интернет-портал «Я живу в Красноярске» опубликовал такую новость Штраф за глухую тонировку автомобилей увеличат в три раза В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект Ужесточающий административную ответственность за вождение автомобиля Стонировка стекол, не соответствующие техрегламенту Согласно требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств Уровень светопропускания передних боковых стекол не менее 70% должен быть Разработанный законопроект предлагает ужесточить санкции за нарушение техрегламента До 1000 и 1500 рублей соответственно Сейчас же штраф составляет 500 рублей Но ты как думаешь, все-таки нужно тонировать автомобиль или нет? Я поддерживаю, я конечно понимаю, допустим, аргументы, что в жару это очень сильно помогает Снижает проникновение лучей, не так жарко, а в южных регионах это тем более полезно Но вот в принципе, в принципе, эта штука очень опасная Это опасная штука, особенно когда в ноль вообще тонирует весь автомобиль Там, не знаю, днем не видно, а вечером тем более, я не представляю, как люди ездят И это, мне кажется, ну в общем, снижает уровень безопасности дорог Так, ну что у нас там еще свежего? Мы сейчас, да, переходим к другим новостям Произошло в городе Вика, добра Коллеги, доброе утро, доброе утро телезрители Друзья, ну что, я вас поздравляю с пятницей, с окончанием рабочей недели Мы с вами всю неделю трудились с самого раннего утра Пришло время отдохнуть Поделитесь планами на выходные дни Тем самым, может быть, какие-то советы телезрителям дадите, как провести свой уикенд Ну как мы выяснили, вот сейчас чемпионат по World of Tanks будет В клубе пилот там будет мероприятие На столбах будет мероприятие В общем, выбор большой Я пока не знаю, у меня дождь скорректировал мои планы С поездкой недальней, поэтому еще решаем Ну вот я, если дождя не будет, вчера я, на самом деле, открыла для себя такую тропу к столбов С района Токмака Новая Да, там новый восточный столбов открыт И я для себя его тоже открыла, потому что вчера вот мы ездили на ручей На родник набирали питьевой воды, очень вкусный тоже там, если будете, советую То есть ты его будешь дальше открывать уже Я его дальше буду проходить тропы, тропы буду искать уже для себя открывать Ну опять же, если дождь не помешает Так называемую я еще не пробовала Надеюсь, что погода позволит И на выходных я тоже схожу и попробую там пройти А прямо сейчас свежий выпуск новостей Приятный запах пожаловали жители Правобережья К нам в редакции с самого утра поступают телефонные звонки Люди жалуются на сильный запах гари Жители беспокоятся о том, что возможно горит заповедник столбы Сейчас мои коллеги созваниваются со специалистами МЧС Выясняют, что случилось на самом деле Подробную информацию расскажу в следующем выпуске новостей Кондукторы автобусов не были готовы к такой проверке На конечной остановке ЖД вокзала вместо пассажиров К ним нагрянули в салон инспекторы Не, ну как так не пишите? Вы по-любому время должны писать, с какого времени у вас начинается рейс Какого он заканчивается? Никогда не писали время У кого-то путевой лист неправильно заполнен Где-то пыль в салоне Но разбросанных билетов, а тем более грязи, не было замечено Все водители и кондукторы трезвы, алкотестеры показали нули В департаменте транспорта признаются, что были случаи, когда шоферы выходили на рейс пьяными Сегодня не выявили пьяных Все равно будет видно, если он пьяный приходит на работу Бывает такое иногда Инспектировали сегодня по большей части только муниципальные автобусы и троллейбусы Частников можно проверять только по предупреждению и разрешению прокуратуры По одной было там нарушение в заполнении билетно-учетного листа 81-й автобус по бокам спереди чистый, сзади грязный Видать, я говорю, поленился помыть докончательно Ну там реклама видели, что на некоторых автобусах есть уже такая истрепалась Ее надо будет убирать Специалисты департамента транспорта пообещали, что подобные инспекции теперь будут проводить постоянно Юлия Камлякова, Михаил Масленников, Афонтова, новости Это был сюжет о том, как накануне сотрудники департамента транспорта проверяли перевозчиков Красноярска А прямо сейчас к другим темам Народный артист России Дмитрий Хворостовский вновь появится на сцене У красноярского певца в июне была обнаружена опухоль головного мозга третьей стадии Пришлось отменить все концерты Дмитрий с самого начала был настроен оптимистично Да и лондонские врачи постарались Курс лечения от рака успешно завершен и эстрадная жизнь продолжается Уже в конце сентября 53-летний певец выступит в опере «Метропол...» И к другим темам Трейлер фильма «Реванш из преисподней», снятого в Красноярске, уже вышел в прокат Художественный фильм снимали этим летом молодые режиссеры из Улан-Удэ Это история о спортсмене, который участвует в боях без правил Главному герою фильма приходится пройти через множество испытаний Упорство и сила духа помогают ему пережить сложные жизненные ситуации и преодолеть все трудности Съемки фильма проходили в трех городах – Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске Вместе с профессиональными актерами в съемочном процессе участвовали как известные красноярцы, так и обычные горожане Премьера фильма назначена на осень 2015 года Спортивную драму смогут увидеть зрители России, Казахстана и Монголии К этой минуте это все, следующий выпуск новостей через полчаса Утренний кофе Спасибо, Вика Далее выпуск информации о погоде Смотрим, что нам сегодня грозит Будет ли дождь или нет 4 сентября в пятницу в Красноярске переменная облачность К вечеру возможен дождь и гроза Температура воздуха днем плюс 25 градусов Ночью плюс 16 градусов Ветер западный 3,8 метра в секунду Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба В течение дня будет слабо расти Выходя из дома, пожалуйста, не забудьте свои зонтики Ну и мои соболезнования тем, кто на погоду хорошо реагирует Метеозависим Да Учитывая, что плюс 20, сколько, 5? Да, 25 И к вечеру грозы, я чувствую, давление очень будет хорошо скакать И голова будет куда-то болеть Но кофе спасет, в том числе утренний кофе Так, ну а у нас далее, далее Есть шанс выиграть приз Подарочный сертификат в детский развлекательный центр Вот, он у меня в руках Мы приглашаем наших маленьких телезрителей сейчас к экрану Потому что далее у нас будет рубрика Ох уж эти детки В этой рубрике отгадываем слова А вот какие, давайте посмотрим Это там, где продают всякие покупки Ну, еду, ну там кофе, чай Бывает там кока-кола бывает Еще там бывают апельсины Яблоки, дурши еще Бывают и йогурты Мы покупаем то, что мама хочет А мне она не покупает Зато папа мне покупает вкусного по-тихому Там, где продаются продукты Вещи Вещи Подукты Одежда Такое делье В котором продают продукты Все покупают А потом рассчитывают И дают деньги И сдачу А потом купил Дома пришел и ешь Покушать что-нибудь, брать Не будешь у меня голодным оставаться Кто-то покупает хлопки И сладостей много Ну, я покупаю обычно еду Одежду Не будешь же голодным оставаться Правильно сказали Что это за слово было загадано Замечательными детишками Угадывайте, отгадывайте Звоните по телефону прямого эфира 261-62-63 Прямо сейчас Мы готовы выслушать И вручить вам подарочный сертификат На 1000 рублей В детский развлекательный центр Ну, это только начало наших розыгрышей Которые будут у нас далее в программе Но совсем скоро мы разыграем Подарочный сертификат Отчаянно кофейной компании Мирес В честь своего десятилетия С 31 августа по 30 сентября При аренде кофемашины 10 чашек итальянского кофе Вы получаете в подарок Подробности по телефону 205-05-67 Адрес сайта crosscoffee.rf Ну, это будет чуть попозже Пока, напомню, звоните нам Отгадывайте слово, которое загадали В рубрике «Охожете детки» Ну, а далее мы сейчас будем выяснять Точнее, не мы, а наш коллега Антон Богданов Как там на проспекте Свободном? Свободно ли? Свободно Уже видно, что не очень свободно Уже открыли, судя по всему Антон, слушаем тебя Антон, тебе слово Доброе утро, студия Доброе утро, красноярцы Вглядитесь в эти счастливые утренние лица водителей Они едут по открывшемуся сегодня Проспекту Свободный И как пел и поет Джордж Майкл Дай бог ему здоровью Freedom, 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 freedom Freedom Закончились реконструкционные работы Напомню, что они начались в середине мая Был перекрыт этот участок дороги От улицы Борьбы до Ладоки Цкавели Ремонт, который планировали завершить в октябре Закончили на месяц раньше заявленного срока Но это завершился лишь первый этап реконструкции В рамках второго этапа будут продолжены работы по устройству пешеходного перехода на улице На остановке Красномосковская там установят лифт для маломобильных граждан Также вскоре начнутся работы по подготовке к ремонту между улицами Борьбы и Майорчика Но улицу, то есть этот участок дороги перекрывать не будут А сделают так, что одна часть будет открыта для проезда, другую будут ремонтировать И потом наоборот И как сообщают наши спецагенты, дальнобойщики, таксисты и оптимисты Мост 3-7 закончили укладывать асфальт Можно благополучно проезжать по этой переправе Не бояться за свою подвеску Собственно Что вот вы думаете по этому поводу, Марина, Александр? Когда проводятся такие масштабные работы Надо ли перекрывать улицу целиком? Или можно пустить общественный транспорт, а автолюбителей пускать в объезд? Мне интересно ваше мнение, как и многим горожанам Спасибо, Антон, за эту краткую экскурсию по проспекту Я смотрю, что он действительно пока что свободный Пробок там не наблюдается Посмотрим, будут ли они там через часок где-то Я, в общем, был удивлен тому, что за это лето, когда его перекрыли, особых затруднений Там нет, нет, я понимаю, там были затруднения Но вот так Того катаклизма, которого все ожидали, не случилось Я это видел, сам участвовал Так сказать, в проездах периодически Поэтому, я думаю, перекрывать надо Но только, конечно, все в разумных пределах Если мы весь город перекроем Ну, давайте на велосипеды пересаживаться Ну, а я хочу напомнить, что мы до сих пор ждем звоночка Чтобы отдать вот этот замечательный сертификат В детский развлекательный центр Dreamland на одну тысячу рублей Давай напомним все-таки, какое было загадано слово Слово мы рассказывать вам не будем Ну, примерно Это то место Интонация тоже такой же, он уже голос на этом же, да? То место, где покупают продукты Вот нам подсказывают, что есть телефонный звоночек Доброе утро, Алло, мы вас слушаем Алло, здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Маша Маша Скажите, пожалуйста, что загадали в рубрике Ох уж эти детки Магазин Правильно, Маша А вы часто ходите самостоятельно в магазин? Нет Нет? Ну, ладно Вот, я думаю, сюда можно будет сходить и самостоятельно Может быть, и в компании Поздравляю вас Этот сертификат на тысячу рублей в развлекательный центр Ваш Dreamland Вам расскажу, как его забрать Так С этим мы закончили Еще один розыгрыш у нас впереди Не теряйтесь Звоните Не забывайте Ну, а пока давайте прервемся ненадолго На пару минут полезной информации Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился Я хочу рассказать И, наверное, сейчас многие люди уже завтракают Все те, кто проснулся, готовят себе завтрак Но очень хочется рассказать и поделиться о том, что я готовила в первый раз И далее у нас будет рубрика «Вкусные истории» Но вот хотелось бы рассказать то ли о мясе, то ли о рыбе Конкретно мы готовили тунца с шеф-поваром японского ресторана Но очень часто мясо тунца сравнивают с мясом молодой говядины И как правильно его готовить, я предлагаю посмотреть в рубрике «Вкусные истории» В новой программе «Вкусные истории» вместе с шеф-поваром японского ресторана Готовим необычную рыбу, которую по вкусовым качествам сравнивают с молодой говядиной Нам понадобится сам тунец Мы его предварительно обжарили на гриле до состояния R То есть он внутри сырой То есть тунец полной прожарки не советую кушать, потому что он очень жесткий и сухой Засервируем тарелочку Это лист Бамбу Нет, это банан уже Банан уже? В прошлый раз мы с тобой использовали бамбу Это банан, поэтому больше То есть мы Но тоже его нельзя кушать Кушать его нельзя Тунец мы нарезаем тонкими пластиками Тунец его еще называют морской говядиной То есть, соответственно, очень питательный, очень полезный Много минеральных веществ, много белка Если у нас есть заготовки, есть микс салата, готовый соус И есть уже тунец, но тунец, естественно, заранее обжаривать не стоит Перед подачей обжаривается он буквально 30 секунд Нарезаем, подвернем, ну, 4-5 минут мы на это потратим Полную версию программы «Вкусные истории» смотрите сегодня в 20.30 на Афонтово Ну вот, полную версию программы смотрите сегодня в 20.30 на нашем телеканале Расскажем, какой соус лучше подойдет к этой рыбе Но вообще, рыба-тунец, она довольно крупная Рыба-тунец, она молодец Она вкусная рыба, я подтверждаю Вот некоторые экземпляры этой рыбы достигают 500 килограммов Ну вот, абсолютный рекорд был составлен, рыба была найдена весом, выловлена, вернее, весом 1355 килограммов Это вот кит какой-то, а не тунец Да, ну вот рекордная сумма, несколько лет назад была продана с торгов в Японии Была продана рыба-тунец за 736 тысяч долларов, понимаете? Слушайте, ламбордини какой-то, а не тунец Это просто рекордная сумма за рыбу, представляете? Рыба вкусная, не сомневаюсь, но я за столько денег, я бы тунцом, мне кажется, на всю жизнь бы себя обеспечивал просто обычную, чем такую рыбину покупать Ну вот международная квота на ловлю тунца в Японии сокращается, но при том, что спрос на нее в Азии очень сильно растет Ну вот японским рыбакам становится все тяжелее все-таки вылавливать, находить этот деликатес Ну еще бы, я понимаю, что они гонятся за такой рыбой, чтобы продать ее подороже Ладно, мы не будем бедных тунецких японских рыбаков тунца жалеть Найдут тунца, слава богу, еще хватает К сожалению, скоро возможности не будет хватать Я хотел еще напомнить о том, что сегодня день такой, как под названием, не знаю, как бы назвать это День рождения, что ли, фотоаппарата Потому что был в этот день, 127 лет назад, Джордж Истман получил патент на фотокамеру Заправляемую фотопленкой всем известную Ну, всем известная фирма, не буду называть ее Которая когда-то была на каждом оглу, а мини ушла, по-моему, в прошлое Потому что фотопленка никому не нужна А вот нужна или нет, давайте мы сейчас спросим нашего гостя Виталий Тревенко, фотограф студии с фотографиями на гостях Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Как, кстати, вы, пленка или цифра? Ну, я предпочитаю цифру Цифру? Да, я начинал с пленки, это было давно Потом понял, что цифра это все-таки более качественная фотография И здесь больше диапазон и цветов, и возможностей А пленка все равно, говорят, она более такая мягкая, более художественная Да, но с ней больше сложностей Мы занимаемся в основном коммерческой фотографией И у нас мобильность, оперативность – это важная вещь Ну, вот сейчас время такое, как раз вы сказали, очень мобильное Все современное, все меняется Ну, вот не уходит ли фотосъемка, фотографии сами уже куда-то в прошлое? Часто ли заказывают сейчас какие-то фотосессии? А разве, мне кажется, все на мобильный телефон сейчас живут? Ну, сейчас не более камеры на мобильный телефон На многих очень хорошие стали Не спорю, да, телефоны развиваются И производители сильнее, больше и больше включают мегапикселей в камеры Но основной плюс телефонов в том, что это мобильный фотоаппарат И он позволяет в любом месте снять Но из моего личного опыта я скажу, что мобильный телефон хорош в хорошо освещаемом месте То есть на природе Это репортаж хорошо снять, да Но в помещении телефон не дает той необходимой картинки и замысл, который хочет сам фотограф Соответственно, света не хватает Не хватает, освещения не хватает Технических характеристик телефона Ну, Виталий пришел к нам с фотоаппаратом не просто так Я думаю, он сейчас нам небольшой мастер-класс проведет и покажет Я выступлю в роли модели, наверное Но все-таки нет, хотелось бы спросить Вот такой вопрос перед непосредственно фотосъемкой Как все-таки лучше расслабить модель, соответственно? В первую очередь с моделью надо общаться Понять, может быть, задумку ее, что она хочет, какие-то пожелания выслушать Обычно перед фотосессией, если это не свадебная фотосессия Я встречаюсь с молодым человеком или с девушкой Общаемся минут 10-15 до съемки Достаточно, чтобы понять, что она хочет В каком стиле будет съемка Оговорим какие-то моменты И тогда в течение съемки уже все происходит Как подписывал Я надеюсь, что модель у нас готова уже Расслабленно Давайте, пожалуйста, перейдем сразу Покажите нам такой небольшой мастер-класс Основные правила при съемке Руки не должны висеть по швам Вот так вот нельзя? Нет Это школьный вариант Что я должна делать? Попрошу, Марина, чуть-чуть вправо То есть выбираем фон Фокусируемся на глазах модели Делаем кадры Так, а куда мне руки-то? Руки всегда можно использовать Где-то обнять тело Пояс, тело, плечи, локти Да То есть вот так? Да, и лицо поворачиваем к источнику света В данном случае У нас тут много источников света У нас много источников света, да? Да, в любое место можно Ну, я знаю, что немножко нужно подбородочек приподнимать, да? Чуть-чуть, да Чуть-чуть, да Если источник света, тем более сверху Чуть-чуть приподнять, чтобы не было теней под нос и подбородка А вообще есть какие-то позы, которые, ну не знаю, стандартные, но в то же время красивые? То есть вот в интернете встречаются часто вот такие полушуточные, полусерьезные Вот если хотите выглядеть красиво, вставайте так Да, есть стандартные позы, их очень много Но, опять же, я не хочу повторяться никогда, поэтому всегда Мне кажется, вот это вот довольно стандартная поза, да? Да, да Но всегда начинать с чего-то надо, чтобы сама модель немножко расслабилась Ну, начать работу, конечно, чтобы расслабиться Далее по интуиции мы подбираем уже к источнику света больше внимания Подбираем то, что удобно именно самой модели, более комфортно Вот под мой сегодняшний наряд, какая бы мне фотосъемка подошла бы? В каком образе? Мне кажется, мне лошади не хватает почему-то Это должно быть что-то эстетичное, красивое Здесь, возможно, не хватает какого-то интерьера, на котором можно облокотиться Показать фигуру Можно еще немножко корпус повернуть, да, чтобы показать контуры тела И главное улыбаться Ну, главное улыбаться, да По поводу поста, вот, то есть есть какие-то стандартные Можно вот сейчас, допустим, на модели показать на нашей Как вставать, чтобы... Мне кажется, знаете, вот как-то вот так вот Как реклама часов всегда идет, вот что-то подобное То есть руки всегда должны работать, они работают с лицом, с волосами Вот, шею, да, да, да Такие веселые кадры, они начинают увеличивать интерес к самой съемке Модель расслабляется Мне кажется, главное на фотосъемке просто улыбаться и веселиться Вот это вот залог хорошей фотосессии Да Особенно, когда на паспорт сфотографируешься Спасибо вам большое Девушкам понятно, а с мальчиками что? Ты же вот так вот сфотографируешься Нет, с мальчиками там, возможно, даже немножко проще Ребята, как правило, снимаются на бизнес-портрет Это что-то классические строгие позы Часто используем какой-то реквизит Телефон, блокнот, ручка Деловой, образ бизнес-мена, можно быть, да, какого-то? Если это фэшн-съемка, тогда здесь действительно Здесь уже и больше макияжа, и ребята уже Каких-то одежда более раскрепощенные Там, насколько фантазии хватит Вообще, молодые люди часто заказывают себе фотосессии? Часто Ну, то есть буквально через два часа Ну, один человек, когда вот мужчина пришел и захотел фотосессию Или это все-таки какие-то лавстори там или парни Кто вообще, да, я понимаю, вот это вот именно лавстори, это свадьбы и так далее А кто вообще заказывает? То есть кому это? Просто так, ну, как бы решили время занять фотографии хорошее получить? То есть или какие-то поводы обычные? Есть, так называемое, весеннее обострение Девушки всегда май-июнь, даже в апреле уже начинают звонить Они хотят новые красивые фотографии, чтобы заполнить социальные сети Перед летом Молодые люди заказывают, когда им действительно необходимо Если это обезновленное, наполнить где-то сайт, какие-то портфолио Ну, а как вы относитесь к фотошопу? Сейчас это такой очень большой пласт, который занимает в жизни фотографа Должна фотография отражать, это же искусство реальности, или все-таки дорабатывать надо? С фотошопом я дружу, уважаю, конечно, но использую очень редко Ну, буквально процентов 10-15 Только за естественность, вы поняли, да? Да, я пользуюсь другими редакторами, которые просто передать атмосферу кадра Сделать более ярко, насыщенно А фотошоп использую только для коррекции кожи, формы тела, если это действительно нужно уже Ну что ж, спасибо, у нас был в гостях Виталий Ревенко, фотограф студии художественной фотографии КРАС-студия Ну, а далее придемся ненадолго, реклама впереди Продолжаем эфир, доброе утро, доброе утро всем, кто присоединился, кто встает или кто уже собирается Напоследок вам доброе утро, кто собирается уходить Но рекомендую не уходить, еще много чего интересного вас впереди ожидает Я хочу напомнить, телефон нашего прямого эфира 2616263 Звоните нам, пожалуйста, общайтесь с нами в прямом эфире Но также у нас есть группа ВКонтакте, называется Утренний кофе Там вы можете выкладывать свои фотографии Как вы начали сентябрь, как вы начинаете свое новое утро Нам тоже это очень интересно И также у нас есть страничка в Инстаграм, также называется Утренний кофе и Афонтова Может быть, лайкайте наш фотографий Там очень всего много, то, что осталось за кадром Как проводите выходные, опять же? Можно давать свои рекомендации, как можно провести эти выходные Можно, ну, краткий фотоотчет о том, как провели прошлое Или вот эти, там, в понедельник запостите Только как-то давайте в рамках разумного там и цензурного Так, ну и у нас далее К пробкам мы еще вернемся Не буду сейчас говорить, потому что Ибо все, слава богу, в порядке У нас более-менее на улицах Только на Копылово уже начала пробочка скапливаться А пока давайте узнаем свежую информацию Выпуск новостей Виктория Столярова должна была к нам подготовить Идет к нам, идет, идет, идет Коллеги, еще раз, доброе утро Доброе утро, телезрители Вы знаете, я вот сегодня, когда ехала на работу Увидела, что Красноярский Биг Бен, наконец, отремонтировали Циферблат выкрасили в черный цвет И, наконец, показывает Биг Бен правильное время Я этому очень рада, поскольку это моя любимая достопримечательность в Красноярске Вот хочу у вас поинтересоваться Какие у вас любимые места в городе есть? Я люблю часовни Да я тоже, наверное, набережная Енисея Набережная Енисея – это очень классная достопримечательность Где крается вид на коммунальный мост? Я коротенько вспомнил тут историю, когда я гулял по городу Вязьма И когда мы там пытались найти у людей, спросить, где у вас тут набережная находится Все так с удивлением, набережная? У нас есть набережная? Да, и, в общем, человек пятый потом говорит А, река, в смысле? Ну вот там туда идите И потом, когда мы дошли до туда, мы поняли всю глупость нашего вопроса Потому что местная река, мы привыкли к масштабам сибирские А местная река вот напоминала качу нашу в худшие времена Там все заросло вот в неком И, в принципе, даже реки не видно было Уж про набережную вообще молчу Ну, на самом деле, у нас качу отрекватировали И очень даже хорошие внешние Интересно погулять, тем более с маленькими ребятишками А прямо сейчас свежий выпуск новостей Безопасно ли ездить в автобусах? Накануне маршрутки проверяли специалисты Департамента транспорта Ревизоров интересовало не только состояние водителей Но и чистота в салонах В последнее время очень много нареканий со стороны пассажиров Подробности в сюжете далее Кондукторы автобусов не были готовы к такой проверке На конечной остановке ЖД вокзала вместо пассажиров К ним нагрянули в салон инспекторы Не, ну как так не пишите? Вы по-любому время должны писать Какого времени у вас начинается рейс? Какого он заканчивается? Никогда не писали время У кого-то путевой лист неправильно заполнен Где-то пыль в салоне Но разбросанных билетов, а тем более грязи, не было замечено Все водители и кондукторы трезвы Алкотестеры показали нули В департаменте транспорта признаются Что были случаи, когда шоферы выходили на рейс пьяными Сегодня не выявили пьяных Все равно будет видно, если он пьяный приходит на работу Бывает такое иногда Инспектировали сегодня по большей части Только муниципальные автобусы и троллейбусы Частников можно проверять только по предупреждению И разрешению прокуратуры По одной было там нарушение В заполнении билетно-учетного листа 81-й автобус по бокам спереди чистый Сзади грязный Видать, я говорю, поленился помыть Докончательно Ну там реклама видели На некоторых автобусах есть уже такая истрепалась Ее надо будет убирать Специалисты департамента транспорта Пообещали, что подобные инспекции Теперь будут проводить постоянно Юлия Камлякова, Михаил Масленников Афонтова, новости Народный артист России Дмитрий Хворостовский Вновь появится на сцене У красноярского певца В июне была обнаружена опухоль головного мозга Третьей стадии Пришлось отменить все концерты Дмитрий с самого начала был настроен оптимистично Да и лондонские врачи постарались Курс лечения от рака успешно завершен И эстрадная жизнь продолжается Уже в конце сентября 53-летний певец выступит в опере Метрополитен в Нью-Йорке И даст там три концерта Триллер фильма Реванш из преисподней Снятого в Красноярске Уже вышел в прокат Художественный фильм снимали этим летом А молодые режиссеры из Улан-Удэ Это история о спортсмене Которые участвуют в боях без правил Главному герою фильма приходится пройти Через множество испытаний Упорство и сила духа Помогают ему пережить сложные жизненные ситуации И преодолеть все трудности Съемки фильма проходили в трех городах Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске Вместе с профессиональными актерами В съемочном процессе участвовали Как известные красноярцы, так и обычные горожане Премьера фильма назначена на осень 2015 года Спортивную драму смогут увидеть зрители России Казахстана и Монголии Интернет-газета Ньюслаб сообщает Красноярские столбисты организуют туристам Спуск со 100-метровой скалы Спортивное мероприятие назначено на 26 сентября На втором столбе Группу собирают в 10 часов утра На остановке Турбаза После обучения и небольшой тренировки Участники поднимутся на скалу Организаторы обещают создать все условия Для безопасности Но будет ли кто-то из служб и ведомств Контролировать это не сообщается Каждый день только свежие новости Интернет-газета Ньюслаб Возрастная категория сайта 18+. И к этой минуте это все Следующий выпуск новостей через полчаса Утренний кофе Ну а спасибо за информацию 26 сентября не забудьте сходить на столбы Это будет интересно Но это еще не скоро А вот что нас сегодня ожидает с погодой Выясним прямо сейчас 4 сентября в пятницу в Красноярске переменная облачность К вечеру возможен дождь с грозой Температура воздуха днем плюс 25 градусов Вечером ожидается плюс 16 градусов Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба В течение дня будет слабо расти Ветер западный 3,8 метра в секунду Выходя из дома не забудьте зонтик Ну и уже деревья начали сбрасывать свои листики Как я заметил Осень вступает свои права постепенно Шуршит листва под ногами И... и... Еще хотелось немножко акцентировать внимание на погоде Бабье лето в Красноярске ждут в середине сентября Радоваться неожиданному продолжению лета Все-таки можно где-то в числах 14 сентября Нам обещают синоптики Но вот сейчас к выходным все-таки ожидается дождь, грозы Ну такая уже довольно осенняя погода Депресняк накачивает на нас, да? Не поддавайтесь, дорогие мои друзья Этому осеннему депресняку Ну еще лето, ой, лето, говорю, бабье лето впереди Все будет хорошо, дальше не менее хорошая осень По поводу деревьев, что хочу сказать А это, кстати, можно сделать отдельным конкурсом Но так уж и быть, ладно Скажу, как вы думаете, сколько деревьев на земле? М? Не знаю Такое ученое недавно подсчитали И знаете, сколько получается? Их более трех триллионов Это очень много нулей Сколько, поинтересуйтесь в интернете И это, между прочим, в семь раз больше, чем считалось ранее То есть, раньше считалось, что их 400 миллиардов Наосновывались на спутниковой съемке Сейчас как-то по-другому это все переначали Посчитали, видимо, каким-то образом Не знаю, может быть так, по единичке считали Более трех триллионов При этом, при этом, количество деревьев у нас На нашей с вами бедной планете сокращается Вот если брать то время, когда человечество Начало заниматься сельхозяйственной деятельностью Начали выращивать лук, картошку и прочую репку Это примерно 12 тысяч лет назад Количество деревьев в мире к сегодняшнему дню уменьшилось на 46% И ежеводно их становится меньше на 15 миллиардов Вот такие грустные пироги у нас Ну и согласно вот этим исследованиям Наиболее благополучные регионы по деревьям Это Северная Америка, Скандинавия и Россия Легкие наши планеты находятся в Сибири Ну а еще хотелось бы отметить, что в Красноярском крае Закрылся-таки пляжный сезон 1 сентября это произошло Да, ну вот у нас работало в Красноярском крае 19 Все-таки открытых пляжей было Ну вот сейчас закрылись Хакасия уже все-таки прохладно Ну конечно, все, кто хочет, может еще Покупаться Официально закрылось Неофициально еще, я думаю, купаться будут Тем более скоро уже сезон у моржей начнется Будет регулярно плавать Ну да, ну официальное закрытие прошло как раз 1 сентября Ну это довольно логично в принципе Хорошо, давайте теперь послушаем советы психологов Если кто-то из вас сегодня прямо или завтра собирается пойти на собеседование Устраивается на новую работу Вот эти советы вам пригодятся Всегда же какой-то легкий такой мандраж присутствует Как себя правильно повести, как подготовиться правильно Вот давайте послушаем, что и как нужно делать, чтобы устроиться Или, по крайней мере, чувствовать себя уверенность Смотрим рубрику на заметку Берем ручку и тетрадку Пишем 3 листа информации про себя любимого Что я конкретно умею как профессионал Какие у меня есть особенности, сильные стороны Какие мои достижения И это надо на 3 листа написать Google нам в помощь Когда вы написали и реально прочитали, что это вы Вы выучили эти слова И рассказали своим друзьям И тогда мы можем действительно легко и просто И кратко сказать, чем я хорош И почему я буду хорош для этой фирмы Берете в интернете Масса вопросов выложены Как интервьюеры издеваются И что им нужно от собеседующих И здесь точно так же Пишите ответы, выучиваете С кем-то проигрываете И только тогда вы легко и просто опять же ответите на вопросы Прежде чем вы пришли на собеседование в этой организации Будьте любезны Максимально узнайте о ней Узнайте и найдите человека, который там работает Опять же, интернет нам всегда в помощь И узнайте о ней максимально О целях, организациях, особенностях Чего она достигла и так далее Это очень важно Те, кто интервьюирует, им очень приятно Люди забывают элементарные вещи Они должны откопировать все свои дипломы А приготовить все бумаги Мало то, что резюме Он должен показать и продемонстрировать Что у него есть в реальности его достижения Ваша одежда – это уважение к той фирме, где вы проходите собеседование И поэтому вы никогда не прогадаете Если вы придете максимально в классической форме И поэтому это предполагает Не наличие босоножек, а видимо туфли Никаких сандалей, никаких шорт, никаких футболок Лучше все-таки прийти не в джинсы Довольно полезные советы сейчас дал наш эксперт Поэтому когда вы будете все-таки сентябрь То же такое время Новый сезон, обновления Может быть кто-то будет устраиваться на работу И эти советы обязательно вам понадобятся Держитесь, будьте уверены Ну да, также хотелось бы напомнить Что вы можете звонить к нам в редакцию Или в прямой эфир И задавать нам свои вопросы Чтобы мы передали все-таки нашему психологу Ну еще мы начинаем розыгрыш От чайно-кофейной компании Мирес Звоните в прямой эфир По телефону 261-6263 И отвечайте на вопрос А вопрос у нас будет сегодня такой Да, кстати, можно будет выиграть вот этот сертификат Вопрос у нас такой Какая страна по объему производства кофе вторая? То есть с лидером все понятно Все знают, это Бразилия А вот кто идет после Бразилии? Кто после Бразилии производит больше всего кофе? Выясняйте Ну вот первый правильно ответивший На вопрос получит подарочный сертификат От чайно-кофейной компании Мирес В честь своего десятилетия С 31 августа по 30 сентября При аренде кофе-машины 10 итальянских чашек кофе Вы получаете в подарок Подробности по телефону 205-05-67 Адрес сайта crosscoffee.rf Ну а пока вы думаете У вас есть немножко время подумать еще Поискать эту информацию Давайте посмотрим, что там Антон Богданов нам приготовил Мы находимся на прямой связи с ним Антон, доброе утро еще раз Как у тебя дела? Рассказывай Антон, тебе слово Доброе утро студия Просыпайся Красноярск Тем более, что на этих выходных У каждого будет возможность Залететь или подлететь 6 сентября Воскресенье на Кузнецовском плато Состоится первый В Севирском федеральном округе Фестиваль летающих моторов Аэропикник И о нем подробнее расскажет Организатор фестиваля Сергей Николаенко Доброе утро Здравствуйте Какие у вас шикарные усы Вы вообще пилот Или просто моделист-конструктор? Я директор И не моделист-конструктор Как бы инженер В широком смысле А вот почему позиционируется Этот фестиваль Как первый В Севирском федеральном округе Он где-то уже проводился Ну то есть подобные фестивали Или Ну Вы взяли опыт из-за рубежа? Ну фестивали в подобных масштабах В Севирском федеральном округе Не проводились Проводились только соревнования Мы сделали именно Фестивального типа мероприятия Где будут присутствовать у нас Диджей Развлекательная часть И большая составляющая Именно спортивная Как стандартно положено В течение всего дня Спортсмен будет соревноваться И выступать со своими Показательными выступлениями Показывать свое мастерство Технику и все остальное То есть это будет очень большое мероприятие Для всей семьи А я скажу, что это нет Нет, нет, нет Это не НЛО Вокруг нас жужжит А управляет этим летательным аппаратом Евгений Юденко Заместитель организатора фестиваля Он вот тут вот за кадром Собственно, как серый кардинал Наблюдает за полетом Шемеля Сергей, а расскажите, пожалуйста Пикник подразумевает собой Что можно туда прийти И принести с собой помидоры Огурчики, Галину Бланку И расположиться Да, именно так Можно принести удобное кресло Тент Походный Либо прогулочный Столик И удобно со семьей расположиться А со своими штуками такими можно приходить? У кого есть Кстати, у кого есть свои штуки Которые не знают, что с ними делать дома Или когда-то купили Подарили ребенку Их можно взять Будет специально организована Локация Ну, назовем ее так Для чайников Которые, ну, не знают, что с этим делать Могур будет прийти Покажут, проведут мастер-класс Будет симулятор, на котором можно будет попробовать Некоторые моменты технические Ну, и потом, собственно, полетать Но я, как будущий молодой отец Такой вопрос хочу задать Вот, они же летают, получается, там По всему, да, полю А вот ты сидишь там Вкушаешь, собственно, природу И ешь бутербродик А не прилетит ли в голову? Как вообще с системой безопасности? Система безопасности организована По всем техническим условиям Будет определенная зона безопасности Которая составляет 25 метров Все полеты будут осуществляться В пилотируемой зоне Под это сделаны два аэродрома Один спортивный, другой Для показательных выступлений Ну, и, соответственно, отдельно будет От зоны пикника И зоны присутствия людей Сделана как раз локация Для тех, кто только учится летать Ну, в соревнованиях, когда ты придешь туда Со своим аппаратом Можно будет принять участие? Или уже заявки закрыты? Нет, заявки будут приниматься прямо на поле То есть это стандартная практика Есть заявки, которые подаются командами заранее Но придя туда, если есть как-то такие дерзновения Поучаствовать в соревнованиях То, конечно, можно прийти, записаться И попытаться участвовать Главное, чтобы аппарат соответствовал Классу спортивному Который обозначен в рамках Федерации авиамодельного спорта Отскажите, пожалуйста, такой практический вопрос Вот квадрокоптер Это, кстати, квадрокоптер, это называется, правильно? Вот летает, который Самолеты Квадро Их нужно покупать в каких-то специализированных магазинах Или вот пришел на центральный рынок И, собственно, дайте мне квадрокоптер Знаете Как вот, если ребенок захотел такую штуку? Существуют абсолютно разные подходы Существует, как самолеты готовые в коробке Можно его достать и тут же летать Точно так существуют квадрокоптеры в коробке Ну, я имею в виду, там какие-то сертификаты у продавцов спрашивать? Ну, сертификаты сейчас эта продукция не требует Насколько я знаю, при продаже Но, тем не менее, желательно обращать внимание на марку, на фирму Есть фирмы китайские, которые дублируют Либо копируют известные марки Но, собственно, большинство вот этой техники Оно имеет смысл в том, чтобы собираться вручную И это как бы основной функционал Будьте внимательны при выборе квадрокоптера Я напомню, что 6 сентября, в воскресенье На Кузнецовском плато состоится первый-первый В федеральном сибирском округе аэропикник Под названием Аэропикник Фестиваль летающих моторов Фестиваль летающих моторов С нами сегодня утро встречал Сергей Николаенко Организатор фестиваля Евгений Юденко За рулем квадрокоптера, его заместитель Во сколько начало? Начало открытия в 12.00 В 12.00 завиваем усы и приходим И до 6.00 Марина, Александр, а какие вы пикники необычные посещали? Может быть, не только с летательными аппаратами, Но еще какие-нибудь с пикам? Спасибо, Антон. С риском для жизни буквально брал сейчас интервью Едва-едва в него не прилетел дрон Да простят все любители вот этих вот летающих аппаратов Мне это напомнило какую-то жужжащую муху, которую хотелось просто откинуть Очень настырный аппарат был, но мне понравилось Вообще такие штуки, за ними будущее В Америке уже согласовали, по-моему, доставку различных продуктов там из магазинов И, в общем, есть соревнования, как мы уже выяснили Много чего с этими дронами можно делать Вот, кстати, новость Полиция Алтайского края задействовала такие вот беспилотные летательные аппараты В поисках угнанного с территории фирменского хозяйства стада быков Сообщает главное управление МВД России вот по этому региону То есть еще в полезных целях-то пополняется? Да, конечно Скоро будет за нами, уважаемые автолюбители, эти дроны следить Ну, а пока давайте еще раз напомним про розыгрыш Вопрос был в том, какая страна в мире является второй по объему производимого кофе после Бразилии А находится, подсказывая, она примерно там же, в том же регионе Звоните нам в прямой эфир, телефон 2616263 Ну и отвечайте на вопрос и забирайте уже, наконец-то, ваш приз Подарочный сертификат Ну, а пока давайте посмотрим сюжетик После сюжетика в Велкам Студию звоните Лепка из глины только на первый взгляд кажется простым занятием На деле все не так-то просто В первую очередь, не каждая глина подходит для того, чтобы из нее делали шедевры Мы привозим с карьера в мешках, глину замачиваем в баках Вот, видите? Вот она должна вымачиваться не меньше двух недель Для того, чтобы качественная масса произошла Потом мы пропускаем это через сито Ну, разнообразное, да? И обезвоживаем в сушилках Вот, видите? Она уже не липнет Если глина к рукам не липнет, значит, можно с ней работать После сушки глиняные бруски упаковывают в полиэтилен И только спустя несколько дней из глины можно начинать лепить Для начала целый брус делят на кусочки Разрезают его не ножом, а специальной струной Мы с вами покрутим Вот, смотрите, видите, на срезе нету пузырей Будем надеяться, что этих пузырей не будет дальше По словам мастера, работать с глиной нужно как с тестом Раскатать ее и сделать эластичной А дальше самое интересное и завораживающее Гончарный круг При работе с гончарным кругом работают центробежные силы То есть нужно обязательно, чтобы между рукой и глиной была бы влага В руках мастера изделия сразу обретают нужную форму Осталось только убрать излишки, и вот готовая кружка Затем мы ее подготовим к обжигу немножко, загладим И поставим в обжиг В обжиге где-нибудь будут стоять в печке Где-то приблизительно часов 10-12 И затем мы увидим вот такое изделие А дальше готовое изделие нужно сначала покрыть глазурью А уже только потом дать воле фантазии и разрисовать в любом цвете Ну, а я напомню, что мы продолжаем разыгрывать сертификат Отчаянная кофейная компания на 500 рублей И напомню, вопрос был, какая страна в мире является второй по объему производимого кофе На первом месте находится Бразилия На втором месте даю подсказку На Ко начинается, на Лумбия заканчивается Поэтому прошу, звоните нам в прямой эфир 261-62-63 После рекламы И трамп-прорам у нас заканчивается розыгрыш этого замечательного сертификата Я так понимаю, у нас есть победитель Доброе утро, мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и называйте правильный ответ Меня зовут Вадим, правильный ответ, Колумбия Правильно, вы отгадали Вы отгадали или знали? Нет, я отгадал Вы любите сами этот напиток кофейный? Кофе? Нет, я его не люблю Вообще не любите? Ну, чай, значит, будете пить Поздравляю вас, вот этот сертификат Дарим вам подарочный сертификат от чайно-кофейной компании Мирес В честь своего десятилетия с 31 августа по 30 сентября При аренде кофемашины Вы получаете в подарок 10 чашек итальянского кофе Подробности по телефону 205-05-67 Адрес сайта краскофе.рф Поздравляем победителя Пока что давайте посмотрим, кто вот этот напиток любит Это наша коллега Юлия Она, видимо, уже выпила пару чашечек И готова побеседовать с нашим следующим гостем Юлия, еще раз доброе утро Доброе утро еще раз, Марина, Александр Доброе утро, уважаемые телезрители И у нас очередной гость И поговорим мы с ним о проблеме, которая задевает большинство, наверное, жителей этой планеты О лишнем весе И в гостях у нас сегодня Пасюков Максим Сергеевич Врач-психиатр, психотерапевт, эксперт в снижении веса Максим Сергеевич, здравствуйте Доброе утро Максим Сергеевич, ну давайте с места в карьер начнем сразу обсуждать вот такие проблемы Многие люди с избыточным весом Они живут и вроде как их близким, их родным все нравится в них И они говорят, ну все нравится, нас устраивает, мы не будем худеть А худеть, мы вот будем такими, нас такими любят В таких случаях необходимо ли людям худеть в сибоке? Вы знаете, очень сложный и очень важный вопрос Многоплановый вопрос По большому счету излишний вес влияет и на здоровье, и на отношения, и на близких людей, и на самого человека, на его самооценку Поэтому если только возникает сомнение, есть ли у меня лишний килограмм или нет Лучше как минимум провериться у профессионалов для того, чтобы врачи подсказали, что здесь на самом деле происходит Правда в том, что близким людям вообще очень удобно, когда рядом с ними полный человек Почему? А с ним меньше проблем И у супругов, и у жен, и у мужей соответственно, и у детей, и у родственников всех колен, и у друзей, и у коллег на работе То есть полный человек настолько комфортный и удобный, что обычно все окружение говорят Нет, тебе ничего не надо менять, мы тебя таким любим, продолжай Но то, как чувствует себя сам человек, это большой вопрос И поэтому есть медицинские критерии, где уже вопрос идет о здоровье Если вы померили свою талию, у вас больше 84 сантиметров, у женщины больше 94, там, у мужчин Тут уже вопрос не стоит, надо это делать, если вы хотите долго жить Все остальное, конечно, эстетика, но тут тоже нужен совет профессионалов Сейчас молодежь, она очень следит за своим здоровьем Это модно сейчас быть здоровым и заниматься спортом Но также многие сидят на диетах, принимают различные добавки, коктейли пьют Полезны ли они для здоровья и не вредят ли они здоровью? Ну, про все коктейли огульных говорить, конечно, сложно Но есть такой принцип в диетологии Никогда не садись на такую диету, какую ты не сможешь придерживаться всю оставшуюся жизнь Ни один коктейль самый качественный, самый сбалансированный Никогда не заменит кусок нормального свежего натурального мяса Там, с порцией, допустим, риса и с хорошей порцией, там, овощей, салата Поэтому главное, это все-таки нормальное питание А коктейли могут быть хорошим довеском в качестве источников аминокислот, незаменимых витаминов Но ни в коем случае никак замена нормального питания Ну, а вот в таких случаях все-таки как правильно нужно сбрасывать от веса? Как это правильно делать? Чтобы не навредить в то же время здоровью, но чтобы это было эффективно? Главный критерий правильного снижения веса – это комплексный подход Тут очень важно начинать с правильного питания Следом за этим подключать психологические моменты Потому что часто люди съедают лишнее, даже не замечая этого Или не понимая, или пытаясь справиться со своими какими-то переживаниями и стрессами Кроме того, надо как-то нормализовать физическую активность И очень важна телесная реабилитация Если человек прожил больше пяти лет с пятью лишними килограммами Это небольшой вес, да? То в теле происходят довольно сложные изменения Которые потом назад возвращаются медленно И вот тут нужны косметологи, эндокринологи, массажисты, мануальные терапевты И если только помощь оказывается комплексной У человека появляется шанс не просто похудеть, но и сохранить достигнутый результат А вот еще такой вопрос Вы знаете, очень часто люди набирают избыточный вес из-за привязанности к еде У нас сейчас многие, например, даже у меня есть культ еды Я, например, просыпаюсь, иду с работы и думаю, что бы приготовить? И как бы это у многих людей, что бы вкусненькое покушать? Как избавиться от вот этого зависимости какой-то от пищи? Сейчас индустрия питания, она нацелена на то, чтобы наоборот усиливать и формировать пищевую зависимость Пищевая зависимость по силе может достигать примерно такой же эффект, как кокаиновая зависимость И достигается это сочетанием определенных ингредиентов Чтобы человека избавить от зависимости к еде, опять-таки нужен комплексный подход В первую очередь, это помощь профессионального психотерапевта Во вторую, это правильное питание В-третьих, нормализация организма с точки зрения нутриотики, нутрибиотики и... Так, нутриотики, нутрибиотики, расшифруйте это Ну вот те витамины, микроэлементы, которые поступают с пищей крайне мало Там иногда, в общем-то, в большинстве случаев необходимый некоторый такой своеобразный витаминный допинг Для того, чтобы тело могло избавляться от лишних накоплений комфортно и быстро Ну вот многие женщины, обычно это делают представительницы прекрасного пола Любят худеть к сезону, к лету, например, или теперь к Новому году Стоит ли вот так худеть, как к какому-то определенному сезону? И как это делать правильно, наверное? Вот сейчас, если я, например, хочу сбросить пару лишних килограмм к Новому году Как это сделать правильно? Правильно обратиться за помощью Потому что сбросить 2 килограмма, и даже 5, и даже 10, не вопрос Как потом после Нового года не набрать вместо 2, 3 килограмма, вместо 10, 12, да? И вот я тут разделяю мнение мировой медицинской общественности, что главный вопрос Это в плавном, постепенном снижении веса Для этого нужно выработать такой стиль жизни, такой стиль питания, с которым человек готов сотрудничать всю оставшуюся жизнь Самое главное, это нормальный завтрак Причем на завтрак должно быть, ну, хорошая еда Там, допустим, каша, яйцо, там, бутерброд, я не знаю, там, с красной икрой А вот знаешь, у меня вопрос Мы здесь общались недавно с, опять же, с диетологом Он сказал, лучше есть мясо по утрам Правильно это или нет? Ну, есть мясо звучит довольно как-то страшно и агрессивно Многие себя с трудом запихивают какую-то даже в обложку каши Но небольшой кусочек мяса скушать на завтрак Вообще завтрак это самый главный прием пищи в течение дня Он запускает обменные процессы Если человек не завтракает, шанс того, что он будет к вечеру иметь тенденцию запасать энергию Запасать жир возрастает в десятки раз Поэтому, конечно, завтракайте, начиная прямо с этого момента Максим Сергеевич, спасибо вам большое, время эфира у нас ограничено Сами понимаете, еще раз спасибо вам большое Сегодня о снижении веса мы разговаривали вместе С врачом-психотерапевтом Пасеком Максимом Сергеевичем Директора Центра Доктора Гаврилова За здоровьем и красивой фигурой обращайтесь к профессионалам Центр снижения веса Доктора Гаврилова Железнодорожников 20G Телефон 214-23-23 Спасибо большое, студия, вам слово Спасибо, Юля Ну, а для тех, кто уже позавтракал и собирается на работу выдвигаться Коротенькая информация о состоянии пробок на дорогах Уже стало хуже гораздо 3 балла в среднем Но все-таки есть участки, это Копылова традиционно уже красная вся Показывает Яндекс.Пробки Высотная, Гусарова красная Кисхавели, естественно, рядом с Копылова Также в центре пока более-менее нормально На участке между Мира, точнее Винбаумом перекресток красная И вот очень так еще, судя по всему, стоит улица Брянская перед кольцом Проспект Свободный, скажи, как? Свободен? Проспект Свободный, кое-где уже Красный тоже появляется Поэтому, возможно, там уже пробочка есть Продолжу по поводу Брянской, скажу Калинина еще рядом с кольцом Кольцо МРЧК и Калинина Красная уже проблема И рядом, как мы там видим, тоже красная В общем, кое-где уже придется подтолкаться на дорогах И традиционно, опять же, у нас Матросово в сторону кольца тоже стоит Поэтому, внимательно Корректируйте свой маршрут, да Ну, у нас уже в студии появляется Виктория Столярова с новым выпуском информационным Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, телезрители! Я к вам вот с чем Наверняка каждый из нас, из вас, любит посещать заповедник Столбы Есть такое дело? Так вот, я напомню, что заповедник Столбы хотят сделать национальным парком Для посетителей это будет означать следующее, что за вход они будут платить деньги То есть все-таки их собираются? Вроде же решили этот вопрос, нет? Нет, вот там возникли споры, переводить или не переводить его в этот статус национального парка И вот сегодня как раз решится судьба заповедника Объявлены общественные слушания, они пройдут в 2 часа дня в краевой библиотеке Я вот у вас хочу спросить коллеги, нужно ли переводить в статус национального заповедника или нет? Я думаю, нет Ну, статус-то хороший В общем, это такой спорный момент, есть там у всех аргументы за и против Поэтому сейчас, конечно, у нас времени не хватит обсуждать В любом случае, льготные посещения для пенсионеров и студентов, школьников, они в любом случае должны остаться 100% я уверена В общем, кто радеет за заповедник Столбы, сегодня в 2 часа Сегодня в 2 часа ждут всех в краевой библиотеке А прямо сейчас свежий выпуск новостей Безопасно ли ездить в автобусах? Накануне маршрутки проверили специалисты Департамента транспорта Ревизоров интересовало не только состояние водителей, но и чистота в салонах В последнее время очень много нареканий со стороны пассажиров Подробности в сюжете далее Кондукторы автобусов не были готовы к такой проверке На конечной остановке ЖД вокзала вместо пассажиров к ним нагрянули в салон инспекторы Не, ну как так не пишите? Вы по-любому время должны писать, какого времени у вас начинается рейс, какого он заканчивается Нигде не писали время У кого-то путевой лист неправильно заполнен, где-то пыль в салоне Но разбросанных билетов, а тем более грязи, не было замечено Все водители и кондукторы трезвы, алкотестеры показали нули В департаменте транспорта признаются, что были случаи, когда шоферы выходили на рейс пьяными Сегодня не выявили пьяных Все равно будет видно, если он пьяный приходит на работу Бывает такое иногда Инспектировали сегодня по большей части только муниципальные автобусы и троллейбусы Частников можно проверять только по предупреждению и разрешению прокуратуры По одной было там нарушение в заполнении билетного учетного листа 81-й автобус по бокам спереди чистый, сзади грязный Видать, я говорю, поленился помыть докончательно Ну там реклама видели, что на некоторых автобусах есть уже такая истрепалась Ее надо будет убирать Специалисты департамента транспорта пообещали, что подобные инспекции теперь будут проводить постоянно Юлия Комлякова, Михаил Масленников, Афонтова, новости Народный артист России Дмитрий Хворостовский вновь появится на сцене у красноярского певца В июне была обнаружена опухоль головного мозга третьей стадии Пришлось отменить все концерты Дмитрий с самого начала был настроен оптимистично, да и лондонские врачи постарались Курс лечения от рака успешно завершен и эстрадная жизнь продолжается Уже в конце сентября 53-летний певец выступит в опере «Метрополитен» в Нью-Йорке и даст там три концерта Трейлер фильма «Реванш из преисподней», снятого в Красноярске, уже вышел в прокат Художественный фильм снимали этим летом молодые режиссеры из Улан-Удэ Это история о спортсмене, который участвует в боях без правил Главному герою фильма приходится пройти через множество испытаний Упорство и сила духа помогают ему пережить сложные жизненные ситуации и преодолеть все трудности Съемки фильма проходили в трех городах – Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске Вместе с профессиональными актерами в съемочном процессе участвовали как известные красноярцы, так и обычные горожане Премьера фильма назначена на осень 2015 года Спортивную драму смогут увидеть жители России, Казахстана и Монголии Красноярские столбисты организуют туристам спуск со 100-метровой скалы Спортивное мероприятие назначено на 26 сентября на втором столбе Группу собирают в 10 часов утра на остановке Турбаза После обучения и небольшой тренировки участники поднимутся на скалу Организаторы обещают создать все условия безопасности Но будет ли кто-то из служб и ведомств контролировать это – пока неизвестно В этой минуте это все. Следующий выпуск новостей через полчаса Спасибо, Вика. Это были новости. Далее новости погоды у нас. Смотрим, что нам обещает нам небо сегодня 4 сентября в пятницу в Красноярске переменная облачность К вечеру возможен дождь с грозой Температура воздуха днем плюс 26 градусов Вечером плюс 16 Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба в течение дня будет слабо расти Ветер западный 3,8 метра в секунду Кто успеет, тот успеет еще насладиться хорошей погодой Может быть вечером даже успеет прогуляться и покататься Мы вчера успели на велосипедах покататься А может даже под дождичком с грозой Надеюсь, что нет. Не самые сахарные условия для катания и гуляния Так, ну а дальше давайте покопаемся в том, как устроена работа Красноярская ГЭС Рубрика с соответствующим названием впереди у нас Гидроэлектростанция Зачем она нужна и как работает, в общих чертах знают все А вот как здесь все устроено, далеко не многие Изучать механизм по выработке электроэнергии мы отправились на вторую по мощности ГЭС в стране И девятую в мире, на Красноярскую гидроэлектростанцию Попадая на территорию ГЭС, ты попадаешь в мир огромных чисел Тысячи мегаватт, сотни тонн, миллиарды кубометров Здесь все очень масштабно Мощность Красноярской ГЭС 6000 мегаватт Среднегодовая выработка почти 18,5 миллиардов киловатт-часов Общая длина плотины по гребню составляет 1072,5 метра Да, это поистине циклопическое сооружение Высота плотины составляет 128 метров А вот слева и справа от меня это водоводы По два водовода на один гидроагрегат Вот там внутри, сейчас внутри вот этих вот штук Течет вода с огромной скоростью Ежесекундно через два водовода на один гидроагрегат Проходит 600 кубических метров воды Если переводить это в железнодорожные цистерны То примерно это будет один железнодорожный состав Представляете, ежесекундно один состав воды Проносится по этим водоводам На Красноярской ГЭС установлено 12 гидроагрегатов Однако все одновременно они никогда не работают Электроэнергия – товар, который невозможно складировать Ее невозможно сделать впрок Ее производят столько, сколько нужно Норму выработки просчитывают заранее на основе заявок от города И промышленных предприятий Есть такая байка, как на любом производстве Да, есть байки Есть такая байка, что приезжал Алексей Николаевич Косыгин Это он тогда был в Совете Министров СССР Якобы для него опускали Здесь были еще старые такие огромные приборы Гиганты со стрелками И якобы включили взгляд сагрегатов, чтобы было 6000 мегаватт Вот Ну, я считаю, что байка красивая Вот Но 11 включали Машинный зал – место шумное Однако есть место на станции, где уши испытывают еще большую нагрузку По лестницам мы спускаемся еще ниже Туда, где можно, если говорить поэтическим языком Услышать, как бьется одно из 12 сердец Красноярской ГЭС Такое место сейчас в осечном помещении Это сахар турбины Вот здесь, вы видите, вращается вал турбины Сахара 90-двиги, это оборота в минуту Но там отможен, что-то там можно видеть, как вода по ним бьет Это вода, которая имеется смазкой для подшипника турбины Ну а полную версию программы «Как это устроено» можно будет посмотреть сегодня вечером в 20.45 на нашем канале Более обширно погуляем по Красноярской ГЭС Ну, наверное, приятно чувствовать себя вот именно в таком масштабном сооружении, как вот твои эмоции Приятно чувствовать, наверное, тем, кто это масштабное сооружение строил Да, я как-то общался с ветеранами И вот я могу, наверное, представить эти ощущения, когда ты ездишь там мимо на дачу, на работу И ты видишь, что вот эту гигантскую штуку, гигантское сооружение, которое приносит пользу людям Ну... С твоим участием С твоим участием, в том числе, да, ее построили Это, наверное, тоже очень интересно Ну, а сейчас давайте посмотрим, где наш корреспондент Антон Богданов Находится прямо сейчас Доброе утро, Антон, еще раз Типа идем, типа разговариваем Доброе утро, студия Доброе утро, дорогие горожане Мы сейчас находимся на площади перед театром оперы и балета, собственно Где отвечаем на звонки дорогих телезрителей И они просто оборвали нам линию Когда? Когда начнется новый сезон в театре оперы и балета? Когда начнется новый сезон в театре оперы и балета? Ха-ха! И вот спешим сообщить, что 26-27 сентября на сцене театра оперы и балета состоится концертный эксперимент словцов гала... 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 И рядом со мной режиссер-постановщик концерта, дипломант второго международного конкурса оперных режиссеров Нано-опера Сергей Новиков Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Сергей, расскажите, пожалуйста, про этот эксперимент Что в него будет входить и правда ли, что любой может поучаствовать в нем То есть ты придешь, а там раз и твой сосед объявляет номер Ну, прежде всего, вы правильно сказали, что это открытие сезона Открытие сезона это всегда праздник Поэтому для такого торжественного дня открытия сезона мы подобрали лучшие номера с конкурса имени Петра Славцова Ну, вот выражаясь в спортивной терминологии, это такие показательные выступления Конкурс это очень круто, потому что артисты не просто выступают как в первый раз А может быть, поют так, как будто у них последняя возможность в жизни себя показать А вот лучшие номера с этого конкурса вокалистов и режиссеров Они собраны в этот гала-концерт Что касается вашего вопроса, может ли прийти в зал житель Красноярска и увидеть своего соседа Но только в том случае, если его сосед это Примадонна или солист Красноярского оперного театра А можно будет поучаствовать в постановочном процессе Посмотреть на эту постановку изнутри У нас там предусмотрен такой кусок Это своеобразное реалити-шоу Потому что конкурс был не только вокалистов, как я уже сказал, а режиссеров И режиссеры прям в режиме реального времени на зрители ставят дуэты, массовые сцены, арии из оперы И это очень интересный процесс Впервые можно будет на это посмотреть Как за кулисе откроется зрителю Как происходит процесс создания того или иного номера Помимо вот этого момента реалити, будет ли какой-то технологический робот, может быть, петь? В чем нано-то? Нано-то в чем? Ну, нано в том, что во время этого концерта мы увидим сразу несколько фрагментов опер Сразу полноценных кусков Нано-это маленький формат Вот увидим сразу много маленьких форматов опер Что касается... Это такой мега-микс оперный Ну, мы сейчас их запутаем, я думаю Мега-нано, это такие две разные области спектра Что касается технологий, то да, у нас не будет стандартных декораций Все будет построено на видеоэффектах Потому что мы будем быстро менять одну оперную историю на другую Поэтому нам нужен темп, динамика Для того, чтобы зритель не уставал И для того, чтобы вот этот драйв сохранить Я напомню, тут мне, между прочим, Сергей сказал, что Петр Славцов, дорогие телезрители Это наш сибирский соловей Который в 30-е годы открыл оперную студию у нас в краевой столице И... Честно, к началу, между прочим То есть увлек людей в промышленном городе идеей продвижения оперы И более 110 человек у него было в составе трупа Которые просто вот... Такие альтруисты стали заниматься созданием оперной традиции в Сибири Мне кажется, это очень круто Простой человек этого точно не мог создать Это должен быть очень харизматичный лидер Каким он был партнер Шаляпина на сцене Петр Славцов Вот так-то, и даже вконтакте есть записи нашего сибирского соловья А я напомню, что 25-го, 26-го... 26-го, 27-го Ну вот, да и 25-го приходите, еще в дом-то сидеть 26-го, 27-го сентября на сцене Театра оперы и балета состоится экспериментальный концерт Славцов Гала И здесь... Пока билеты в кассе есть, нужно пойти купить Вот, перед репетицией мы перехватили режиссера-постановщика этого концерта Сергея Новикова Который, собственно, пригласил всех и сказал, что если у вас в соседях затесалась Примадонна Вы сможете увидеть ее на сцене Марина, Александр... Спасибо, Сергей Спасибо А как вы относитесь к экспериментам на сцене такой вот консервативной? Или вы приверженцы каких-то новых течений? Или все-таки вы любите так вот, чтобы... Спасибо, Антон, я привержен с золотой середины Все должно быть в мере, должны быть эксперименты и должна быть классика Все находить должны по своему вкусу Абсолютно с тобой согласна Так, ну а мы возвращаемся в студию и представляем нашего сегодняшнего гостя Гостью пока что одно, а в скорое время присоединятся еще кое-кто Алена Землянская, руководитель студии детского праздника У нас в гостях, доброе утро Алена, доброе утро Ну, расскажите все-таки, что подразумевает себя и что включает в себя вот эта студия детского праздника? Что там будет? Ну, мы организовываем детские мероприятия, то есть у нас есть тростовые куклы, аниматоры Мы, ну, то есть реализовываем различные проекты Мы можем избрать праздник любой под ключ То есть это не только дни рождения, да Это различные мероприятия, которые касаются детей Вот, очень много составляющих может быть в празднике То есть это не только там ростовые куклы и аниматор То есть там это может быть и оформление, и там кандибар То есть очень-очень много там различных шоу, там бумажное и так далее То есть очень много различных составляющих Давайте раскроем тайну, с кем мы сегодня пришли Давайте мы главный элемент детского праздника позовем к нам в студию И вот это вот начинается вхождение страшного, на мой взгляд, мега-робота Это доброе утро И это не галлюцинации Позади нас еще кто-то Здравствуйте, здравствуйте Привет Пять Расскажите, пожалуйста, кто это к нам еще с вами в гости пришел? Ну, это... Проходите, пожалуйста, просим вас Да, чтобы все посмотрели Это наша гордость, это Optimus Prime Optimus Prime Да, самый настоящий Optimus Prime То есть его рост почти 2,5 метра Дети в восторге На самом деле идея, наверное, пришла у нас в первую очередь от детишек Потому что, ну, очень много детей, которые любят этот персонаж И вот вскоре мы хотим купить еще друга к нему, Bumblebee Вот, поэтому... Как реагируют дети вот на появление такого робота? Дети вообще в восторге на самом деле Нет, ну, есть, конечно, которые боятся Ну, то есть совсем малыши А в основном, конечно, это дикий восторг То есть все хотят с ним скорее сфотографироваться Скорее его потрогать То есть там из чего он сделал, настоящий ли он То есть вот просто... Ну, вот такой костюм, он готовый, продается Или вы как-то сами отдельно покупаете элементы этого костюма Как-то все это демонтируется Или там сами делаете это все Может быть, сами что-то делаете Нет, он состоит из разных элементов Но он идет как один То есть один элемент пристягивается к другому Соответственно, вот мы покупали как единое целое его Единственное, там можно дополнительные какие-то вещи к нему приобретать Там вот нагрудные фонари светятся, глаза там и так далее Вот что он может, робот? Летать может? Или ездить? Трансформироваться он не может Я думаю, это в скором будущем Да-да-да, это в планах, конечно Вот, он может, ну, он ходит, танцует Он показывает различные шоу, ну, такое Можно нам какой-то элемент танца продемонстрировать Хотя бы такую частичку Робот-диско! Отлично у вас в гостях Я про робота еще, да, более-менее понятно С оптимовым самым праймом, я все как-то знаком, более-менее А вот этот персонаж мне не очень знаком А я вот наоборот знакома Ну ладно, я сейчас буду, наверное, выглядеть незнайкой Но расскажите, пожалуйста, кто это? Это Патрик! Это друг Бубки Боба! Это его друг, да Ну, почему-то сегодня моего именно Он такой яркий, красочный Мне кажется, малыши очень активно на него реагируют Да-да-да, и малыши, да и взрослые тоже На самом деле наши ростовые куклы и малышам, и взрослым нравятся У нас их очень много тоже И в скором будущем мы опять планируем Вот буквально нам должны привезти других ростовых кукол У нас большое количество хотим собрать их вокруг себя Собираем коллекцию Не наигрались! А как коллекция именно, ну, скажем, иностранных персонажей или отечественных тоже есть? Ну, пока так, пока-пока-пока у нас иностранные персонажи, да, отечественных Мы пока не добрались Просто современные дети, мне интересно, просто более все-таки знают Именно вот таких зарубежных героев, там, фильмов, мультфильмов, чем наших, наверное Ну, да-да-да, ну, вот фиксики там у нас есть, грубо говоря Но это русский фильм, то есть такой мульну-мультфильм Да, то есть как вы выбираете от этих персонажей? Как-то, может быть, не знаю, опрос среди детей? Своих знакомых проводите? На самом деле, мы планируем сейчас запустить активно тот факт, что выходит, например, какой-то новый мультфильм И мы сразу подготавливаем под него какие-то ростовые куклы Вот, например, сейчас мы закупаем тоже, вот, ну, я сказала, еще одного трансформера То есть мы сейчас, у нас есть Baymax, то есть тоже вот недавно был мультфильм И еще хотим красного ростового Baymax, тоже как трансформер Вот, ну, то есть хотим следить за, отслеживать новинки С тенденциями, да? Да-да-да Можно я сравню рост вот этого замечательного оптимуса Прайна? Напомню, мой рост метр девяносто, и это метр восемьдесят девять Ну вот, пожалуйста, да-да-да-да, у нас фото, фото, пожалуйста Фото на память, да Ну, отлично, здравствуйте Хорошее утро такое, немножко это Позитивное утро С фантазиями, скажем так Все-таки откуда пришла такая тенденция? Если раньше, не знаю, там, перевоплощались в Дедов Морозов, то сейчас можно вот встать Патриком, в принципе Ну, на самом деле, просто хочется удивлять детей, потому что сейчас их уже очень сложно становится удивлять Очень большое разнообразие всего, да, у нас на рынке Вот, на самом деле, мы просто звездный инстаграм пестрит вот различными трансформерами и вот ростовыми вот этими куклами, да Столичные звезды уже давно стали праздновать праздники детей своих, вот с участием таких ростовых кукол Ну, на самом деле, мы хотим как-то вот тоже поддержать эту идею, потому что у нас в Красноярске пока, ну, довольно-таки узкий круг вот этого всего И мы хотим дальше это развивать, то есть Ну, это очень красочное действие, сейчас это, я думаю, набирает только популярность Да, мы только вот буквально две недели назад начали свою работу Это будет, мы открываемся вот в Комсомоле через месяц, то есть там будет и игротека, и огромный зал для проведения праздника Уже непосредственно детьми с высокими потолками по трансформерам и так далее Ну что ж, спасибо вам за таких замечательных персонажей Это действительно очень яркие такие, не знаю, как назвать это, не сказочные, а там почти уже реальные персонажи Далее у нас прервемся, как не прервемся, продолжим тему гороскопом, а вот потом вернемся в студию Здравствуйте, меня зовут Алена Раева и я расскажу гороскоп на 4 сентября Овны, сегодня будьте уверены в себе и у вас обязательно все получится Тельцы, для вас этот день будет наиболее благоприятный для восстановления дружеских отношений Близнецы, велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений Раки, в вашей душе и сердце будет царить особая атмосфера, которая поможет вам преодолеть любые трудности Львы, день отмечен важными переменами и получением неожиданных известий Девы, обязательно позвоните близким и встретьтесь со старыми друзьями Весы, в этот день вам необходимо избегать всяческих конфликтов и ссор Сегодня будьте сдержанней Скорпионы, сегодня для вас поступит важное предложение, но прежде чем принять его, постарайтесь все хорошенько обдумать Стрельцы, сегодня для вас радостным и полезным окажется общение с родственниками и друзьями Козероги, ваши усилия не пройдут мимо начальства За свой труд вы непременно получите денежное вознаграждение Водолеи, день хорош для самообразования и расширения общего кругозора Рыбы, сегодня один из самых благоприятных дней, чтобы начать новое дело С вами была Алена Раева и пусть вам сегодня обязательно повезет Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился Вы посмотрели сейчас гороскоп, может быть как-то скорректируете свои планы на день Ну а далее у нас рубрика «Вкусные истории» Там вместе с шеф-поваром японского ресторана мы приготовим очень простую, но очень сытную закуску Смотрим В новой программе «Вкусные истории» вместе с шеф-поваром японского ресторана Готовим необычную рыбу, которую по вкусовым качествам сравнивают с молодой говядиной Нам понадобится сам тунец, мы его предварительно обжарили на гриле до состояния R, то есть прожарки R, то есть он внутри сырой То есть тунец полной прожарки не советую кушать, потому что он очень жесткий и сухой Засервируем тарелочку Это лист Бамбу Нет, это банан уже Банан уже? В прошлый раз мы с тобой использовали бамбу, а это банан, поэтому больше И, то есть мы... Ну тоже его нельзя кушать Кушать его нельзя Тунец мы нарезаем тонкими пластиками Тунец, его еще называют морской говядиной То есть, соответственно, очень питательный, очень полезный Много минеральных веществ, много белка Если у нас есть заготовки, есть микс салата, готовый соус И есть уже тунец Ну тунец, естественно, заранее обжаривать не стоит Перед подачей обжаривается он буквально 30 секунд Нарезаем, подвернем, ну 4-5 минут мы на это потратим Полную версию программы «Вкусные истории» смотрите сегодня в 20.30 на Афонтово Ну а полную версию программы «Вкусные истории» смотрите сегодня в 8.30 на нашем телеканале Запаситесь тунцом, чтобы смотреть было приятно Да, и полезно, соответственно, сразу можно его и приготовить Ну а пока еще недолго привемся, после небольшого перерыва продолжим Ну что, растет бальность по шкале пробочности у Яндекса 4 балла уже пробки, желтенько в среднем А в определенных местах даже, очень даже, и не желтенько, а красненько Если мы сейчас возьмем и приблизим Брянскую, МРЧК Калинина, вот этот район То увидим, что там очень даже аховая ситуация, потому что там уже все красное в сторону центра Брянская, въезд из города, Брянская далее после кольца Вторая Брянская, спуск красный, МРЧК Кольцо, Калинина-МРЧК и Калинина красное И, в общем, свободный перестал быть свободным Тоже красное на спуске туда, под железную дорогу Далее на космосе, и туда еще, в общем, все стоит, судя по всему Копылова тоже красное все Причем даже в обе стороны начинают уже там появляться проблемы Высотная, Кисхавели, и вот все, что прилегает к Копылова Улочки небольшие, тоже все стоит Также у нас проблемы неожиданно образовались на Ягарской кольцо Вот подъем, спуск, точнее, стоит с шахтеров И вот все, что около кольца, там тоже все стоит И также у нас проблемы на Матросово возле кольца И еще у нас проблемы на Мичурино От Кутузова, от Щерса, прошу прощения, да, где-то И до Московской, в сторону Октябрьского моста Все стоит Такие дела непростые у нас Корректируйте, пожалуйста, этот момент такой Вашего передвижения с информацией Готовьтесь к пятничным пробочкам, особенно вечером Ну, а прямо сейчас у нас свежий информационный выпуск Виктория Столярова у нас уже в студии Коллеги, еще раз доброе утро Доброе утро, телезрители Пока я готовилась к свежему выпуску, узнала вот что В Красноярске неизвестные изрезали колеса автомобилем Этот инцидент произошел во дворе дома номер 30 по улице Парижской коммуны Более 10 машин пострадали от рук хулиганов И уже полицейские проводят проверку Вот хочу у вас спросить, как вы думаете, для чего люди это делают? То есть это обычные хулиганы? Или все-таки, может быть, какие-нибудь жильцы этого дома Вот так вот борются с неправильно припаркованными авто? Еще, может быть, какие-нибудь бизнесмены, которые завязаны на колеса Не будем говорить точно, но пока не будем обвинять, не зная правды Не будем обвинять, да, но может быть, там вблизи, в этом районе открылась какая-то новая шиномонтажная компания То есть давайте такой пиар-ход, да? Ну не пиар-ход, а пытаться все-таки заработать люди сейчас А может быть, иметь сейчас паркуется, как попало зачастую, поэтому вполне возможно Ну да, мы же тоже не знаем, как это все было Ну не будем бежать впереди Да, я думаю, в этом разберутся полицейские А прямо сейчас свежий выпуск новостей Безопасно ли ездить в автобусах накануне маршрутки проверили специалисты Департамента транспорта Ревизоров интересовало не только состояние водителей, но и чистота в салонах В последнее время очень много нареканий со стороны пассажиров Подробности в сюжете далее Кондукторы автобусов не были готовы к такой проверке На конечной остановке ЖД вокзала вместо пассажиров к ним нагрянули в салон инспекторы Не, ну как так не пишите? Вы по-любому время должны писать, какого времени у вас начинается рейс, какого он заканчивается Никогда не писали время У кого-то путевой лист неправильно заполнен, где-то пыль в салоне Но разбросанных билетов, а тем более грязи, не было замечено Все водители и кондукторы трезвы, алкотестеры показали нули В департаменте транспорта признаются, что были случаи, когда шоферы выходили на рейс пьяными Сегодня не выявили пьяных Все равно будет видно, если он пьяный приходит на работу Бывает такое иногда Инспектировали сегодня по большей части только муниципальные автобусы и троллейбусы Частников можно проверять только по предупреждению и разрешению прокуратуры По одной было там нарушение в заполнении билетного учетного листа 81-й автобус по бокам спереди чистый, сзади грязный Видать, я говорю, поленился помыть докончательно Ну там реклама видели, что на некоторых автобусах есть уже такая истрепалась Ее надо будет убирать Специалисты департамента транспорта пообещали, что подобные инспекции теперь будут проводить постоянно Юлия Комлякова, Михаил Масленников, Афонтова, новости Народный артист России Дмитрий Хворостовский вновь появится на сцене У красноярского певца в июне была обнаружена опухоль головного мозга третьей стадии Пришлось отменить все концерты Дмитрий с самого начала был настроен оптимистично, да и лондонские врачи постарались Курс лечения от рака успешно завершен и эстрадная жизнь продолжается Уже в конце сентября 53-летний певец выступит в опере «Метрополитен» в Нью-Йорке и даст там три концерта Трейлер фильма «Реванш из преисподней» снятого в Красноярске уже вышел в прокат Художественный фильм снимали этим летом молодые режиссеры из Улан-Удэ Это история о спортсмене, который участвует в боях без правил Главному герою фильма приходится пройти через множество испытаний Упорство и сила духа помогают ему пережить сложные жизненные ситуации и преодолеть все трудности Съемки фильма проходили в трех городах Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске Вместе с профессиональными актерами в съемочном процессе участвовали как известные красноярцы, так и обычные горожане Премьера фильма назначена на осень 2015 года Спортивную драму смогут увидеть зрители России, Казахстана и Монголии Интернет-газета Ньюслаб сообщает Сегодня дорожные специалисты расскажут, как в Красноярске будут бороться с осенними пробками Эксперты пояснят, как будет организовано движение в городе в связи с увеличением автотранспорта А вот городские депутаты на месте попробуют разобраться в проблеме жильцов дома по улице Лесная, 80, которые рискуют оказаться на улице в преддверии зимы Кто выселяет красноярцев и почему, сегодня узнают народные избранники Каждый день только свежие новости интернет-газета Ньюслаб, возрастная категория сайта 18+. И на этом наш выпуск завершен Свои новости вы можете оставлять по телефону 285-14-14 А я с вами прощаюсь и желаю вам удачного дня Спасибо Вика, это был последний выпуск новостей на сегодня, я имею ввиду в утреннем кофе А далее выпуск новостей с новостями, прошу прощения за эту автологию, погодными Смотрим 4 сентября в пятницу в Красноярске переменная облачность, к вечеру возможен дождь с грозой Температура воздуха днем плюс 26 градусов, вечером и ночью плюс 16 градусов Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3,8 метра в секунду Пожалуйста, не забудьте зонтик, когда будете выходить из дома Главное, чтобы этим зонтиком не улетели Да Ну а вот облачность хотя и переменная, а вот зато корреспондент наш Антон Богданов У него настроение всегда отменное и постоянное И вот настроение... Уже стихами заговорил Да, готов поделиться прямо сейчас Он где-то в центре города Большого находится сейчас Антон, слушаем тебя Заволокло белой пеленой правобережья Напоминаю, что в краевой столице сохраняется режим черного неба И возможно, когда после обеда, как обещали синоптики, пойдет дождь Она спадет и будет дышаться легче во всю грудь Доброе утро, студия! Доброе утро, дорогие горожане! Сегодня 21-й лунный день Убывающая луна в Тельце А это значит, что благоприятное время сейчас Для проведения финансовых различных сделок Операции с недвижимостью Так что смело продавайте, покупайте квартиры Еще сегодня астрологи рекомендуют отправляться в путешествие Собираться коллективом куда-нибудь съездить Заниматься спортом на всю катушку Принимать воздушные... Доброе утро! Вот с нами здороваются телезрители Принимать воздушные ванны, принимать водные процедуры А те, кто сегодня бракосочетается, мы всем коллективом поздравляем вас с этим знаменательным событием И, как говорят астрологи, ваше свадебное застолье сегодня пройдет без драки Но это не значит, что это будет огорчение какое-то Долгая счастливая жизнь Сны, одинаковая вероятность, что сбудутся и не сбудутся Так что, если вам произойдет что-то плохое, не сбудется, а хорошее сбудется И, как всегда, традиционно по пятницам я рассказываю афишу выходного дня со скамейки Заплыв будет в эти выходные 5-6 сентября Клуб «Креофил» приглашает всех в субботу в 10 часов утра На традиционный ежегодный турнир «Енисеюшка-2015» Будет около 70 участников с Алтайского края, с нашего региона, с Новосибирской области А 6 сентября состоится традиционный, все-таки традиционный экстремальный марафонский заплыв из Дивногорска Участники проведут в холодной воде около 4 часов Напомню, что на данный момент среди рекордов зафиксировано 3 часа 59 минут у мужчин и 4 часа 14 минут у женщин Для тех, кто любит посоревноваться, но не в воде, а на асфальте, пожечь резину «Красное кольцо» приглашает на всероссийскую супер-дрифт-битву начала в 14.00 Кто хочет понюхать запах жженой резины Фильм для всей семьи, мы рекомендуем премьеру следующую Называется она «128 ударов сердца в минуту» Про молодого парня-диджея, который хочет написать супер-трек, покорить Калифорнию и вместе с этим весь мир Да вот незадача Продюсер, который его раскручивает, у него есть девушка, и парень в нее влюбляется И вот дилемма перед ним, то ли девушку выбрать, и как следует написать трек, конечно Или, собственно, идти за мечтой и покорять мир Режиссер Макс Джозеф, ничем таким он не отличился Ни Оскара, ни какого-нибудь блокбастера А в главной роли Зак Эфрон И это не поселок в партизанском районе 4 сентября зафиксирован к погоде, возвращаясь, апеллируя к погоде Зафиксирован температурный рекорд В 1953 году составил он 30 градусов тепла Самым холодным, 4 сентября считается 0 градусов И было это в 1967 году А в выходные будет дождь, а неделя начнется без дождя и плюс 15 Сейчас что на градуснике? Марина, Александр, пока я тут принимаю солнечные ванны Сейчас тебе, Антон, вообще-то, ты там принимаешь солнечные ванны Мы тут сидим, принимаем кондиционированные ванны Поэтому ничего сказать не можем Какая там погода сейчас ощущается? Утром было 14 градусов, я вам точно могу сказать, смотрел А сейчас, я думаю, уже градусов 14,5 или 15 Ну вот хотелось бы вернуться еще к такой небольшой афише того, что будет происходить на выходных Буквально накануне, вчера у нас был в гостях В кафе беседовала с нашим корреспондентом Аленой Раевой Наш сибирский красноярский композитор, да, Илья Бешевли И вот завтра, 5 числа, в Красноярской академии музыки и театра У него состоится презентация нового альбома 2015 года под названием «Странник» Пожалуйста, все, кто следит за его творчеством, можно посетить Билет стоит довольно демократично От 300 до 600 рублей Пожалуйста, можно, в принципе, сходить И также 6 числа, в воскресенье, в Центральном парке состоится рок-фестиваль «Календари» Тоже отличное мероприятие В общем, выходные богаты на интересные события Тем более, хедлайнер фестиваля будет, гостей хедлайнер фестиваля будет «Озоновый слой» Ну а сейчас давайте послушаем советы психолога Если вдруг вы сейчас собираетесь идти на собеседование, эти советы вам помогут Берем ручку и тетрадку, пишем три листа информации про себя любимого Что я конкретно умею как профессионал Какие у меня есть особенности, сильные стороны Какие мои достижения И это надо на три листа написать «Гугл нам в помощь» Когда вы написали и реально прочитали, что это вы Вы выучили эти слова и рассказали своим друзьям И тогда мы можем действительно легко и просто и кратко сказать Чем я хорош и почему я буду хорош для этой фирмы Берете в интернете Масса вопросов выложены Как интервьюеры издеваются и что им нужно от собеседующего И здесь точно так же Пишите ответы, выучиваете, с кем-то проигрываете И только тогда вы легко и просто опять же ответите на вопросы Прежде чем вы пришли на собеседование в этой организации Будьте любезны, максимально узнайте о ней Узнайте и найдите человека, который там работает Опять же, интернет нам всегда в помощь И узнайте о ней максимально О целях, организациях, особенностях Чего она достигла и так далее Это очень важно Те, кто интервьюирует, им очень приятно Люди забывают элементарные вещи Они должны откопировать все свои дипломы Приготовить все бумаги Мало то, что резюме Он должен показать и продемонстрировать Что у него есть в реальности его достижения Ваша одежда – это уважение к той фирме, где вы проходите собеседование И поэтому вы никогда не прогадаете Если вы придете максимально в классической форме И поэтому это предполагает не наличие босоножек, а видимо туфли Никаких сандалей, никаких шорт, никаких футболок Лучше все-таки прийти не в джинсы Ну а наше утро близко к завершению А кто счастливчик еще только встал и завтракает А вот есть, тому повезло А вот Юлия Дудникова, наш корреспондент В данном случае коллега, сидит в кафе И завтрак, видимо, свой уже закончила И готова пообщаться с гостем Юлия, тебе слово Спасибо большое, Саша Марина Доброе утро, уважаемые телезрители Еще раз Сегодня мы вещаем из центра города Из кафе Кекс и Крентель, Декабристов 23 И у меня в гостях Носков Эдуард Александрович Директор вольбойного клуба «Инисей» Эдуард Александрович, здравствуйте Доброе утро Эдуард Александрович, с 5 по 9 сентября В Красноярске пройдет Кубок Победы По волейболу среди женских команд Этот турнир посвящен 70-летию Победы И проводится в честь 70-летия Победы Что это вообще за турнир? И чем он отличается от других соревнований, от других турниров? Этот турнир, как вы правильно сказали Преворочен к такому великому событию Как победа над фашизмом в 70-летии Российская Федерация приняла такое решение Почтить память ветеранов Этот турнир одноразовый Но имеет статус официального турнира Который собирает лучшие команды России Это обязательное участие команд Суперлиги И команд Высшей Лиги Предварительный этап как раз пройдет в Красноярске 5 команд будут бороться за 3 путевки В дальнейший этап полуфинал Кубка Победы А почему первый этап его в Красноярске проводят? На протяжении уже последних 2-3 лет Федерация волейбола с удовольствием отдает в Красноярск турниры Различного уровня Кубок Сибири и Дальнего Востока Который очень статусный И полуфинал Кубка России в прошлом году проходили женские В этом году, когда мы подали заявку Не было никаких проблем Чтобы этот турнир заполучить в Красноярск Высокий уровень проведения всегда отмечают И плюс географическое расположение очень удачное Всегда всем интересны призы, конечно же Что получат победители этого турнира? На самом деле турнир, как я сказал Это только первый этап соревнования Поэтому основные призы будут уже разыграны В следующих этапах, я имею ввиду, в финале 4 Но у нас, может быть, если честно, даже не уверен Насколько точно организаторы из Москвы Привезут, наверное, какие-то призы для лучших игроков Давайте поговорим, в принципе, о волейболе Насколько в Красноярске он сейчас развивается Знаю, что наши две волейбольные команды Ениси, как мужская, так и женская Впервые за долгие года попала, наконец-то, в Суперливу Вот немного поподробнее об этом вообще С помощью чего они добились такого успеха, чтобы фалили в Суперлигу И все-таки каких результатов ожидаете? Действительно, этот год для красноярских болельщиков Для красноярских любителей волейбола Это будет таким, я думаю, что, наверное, лучшим Самым таким статусным годом Когда обе команды будут играть в элитном дивизионе Красноярские болельщики смогут видеть всех российских звезд Мировых звезд, самого высокого уровня, которые участвуют в чемпионате России Что нам ожидать? Я думаю, что минимум мы будем стремиться показать самую лучшую группу Которую способность, чтобы порадовать болельщиков А задача максимума для ребят, наверное, это будет попадание в восьмерку Для девочек будет поставлена задача побеждать в каждом матче, конечно Но мы все понимаем прекрасно, что уровень команд первых трех-четырех Будет настолько высок, что с ними бороться будет, скорее всего, нереально Все, что касается остальных мест, с пятого по одиннадцатый Я думаю, что это все в наших руках А вообще, что такое суперлига? Знаете, что есть высшая лига, есть высшая лига А и Б И есть вот суперлига Чем эти все лиги отличаются? И вообще, насколько престижно попасть в суперлигу? Ну, уровень суперлиги российской, как отмечают все спортивные специалисты Он самый сильный на сегодняшний момент в мире, ну и в Европе точно Поэтому и поиграть на самом высоком уровне Против или вместе с людьми, которые имеют статус лучших игроков своей страны Национальных сборных Я думаю, что это стремление каждого пропорционального спортсмена Поэтому высшая лига – это серьезный турнир, который нужно пройти И постараться уиграть Мы пять лет к этому шли И, в принципе, создавали все условия для того, чтобы Чтобы команда пришла в суперлигу подготовленной Сейчас мы, в принципе, та команда, которая должна зайти туда серьезно, надолго Для этого у нас есть стабильное финансирование, у нас есть своя школа, у нас есть свои воспитанники Ну, давайте еще раз повторим все-таки Кубок Победы у нас пройдет с 5 по 9 сентября Где он пройдет, напомните? Он пройдет на острове отдыха в доме спорта имени Ивана Дворкина Михаила Дворкина Вот приглашаем всех наших телезрителей, просто любителей спорта именно туда С 5 по 9 сентября Я думаю, будет интересно, будет зрелищно Спасибо вам большое, Эдуард Александрович Марина Александровна, слово вам! Спасибо, Юля Как мы видим, жизнь бьет ключом в нашем городе Вот, прямо разорваться на всех хватит мероприятий, куда можно сходить в эти выходные Главное, все стоящие мероприятия Поэтому обязательно сформируйте свой досуг Ну, давайте ненадолго прервемся После небольшой паузы вернемся в студию и продолжим Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился Программа «Утренний кофе» уже подходит к концу Ну, а я хотела рассказать такую новость Вспоминая лето, вот этот летний период, все-таки путешествия Может быть, кто-то отдохнул или вот, может быть, сейчас кто-то собирается в бархатный сезон отдохнуть Да, вот аналитики портала одного туристического составили рейтинг туристических направлений, которые выбились в лидеры по количеству авиаперелетов за минувшее лето В топ-10 попали те маршруты, по которым было приобретено больше всего авиабилетов на вот на этом портале туристическом Кроме того, аналитики сравнили все-таки рейтинги, насколько изменились цены вот в этом году Например, средняя цена за авиабилет за границу составила 12 420 рублей Лидеры, дай я угадаю, кто лидер будет Ну, подожди, я хотела сказать, что это на 26% больше, чем в прошлом году, представляешь? Я не удивлен, учитывая рост валют, а лидеры, я так подозреваю, что Турция и Египет Ну, да, так как это все включено, все-таки направления, которые могут себе позволить большая часть все-таки населения нашей страны Ну, вот если брать авиабилеты, то, например, цена перелета в Тель-Авив подросла по сравнению с прошлым годом аж на 64% Представляешь, какая разница в цене? В Париж выросла цена на 40%, ну, а цены внутри России подросли, ну, на 9,5% Не так много, конечно, если взять сравнение с Тель-Авивом, но все равно Вот, понимаешь, вот такие вот рейтинги, вот такие вот цены Ну, насчет там цен внутри России, я тут услышал такую новость о том, что тут билеты в Крым стоят каких-то баснословных денег Знакомые, знакомые, скажем так, купили два билета за 80 тысяч рублей из Красноярска в Крым На двоих? На двоих Я за такие деньги вам билеты найду число в Южную Америку Можно стоять на другой коне земного шара, почему так дорого стоит Крым, не понимаю Ну, в общем, вопросы возникают по поводу, как устроена вся эта логистика авиационная Внутри нашей страны, почему так дорого все стоит И вот как это устроено, мы будем выяснять в моем новом проекте, который выходит по пятницам, по вечерам Ну, а сегодня давайте посмотрим вот коротенькую рубрику о том, как устроена Красноярская ГЭС Гидроэлектростанция Зачем она нужна и как работает, в общих чертах знают все А вот как здесь все устроено, далеко не многие Изучать механизм по выработке электроэнергии мы отправились на вторую по мощности ГЭС в стране и девятую в мире На Красноярскую гидроэлектростанцию Попадая на территорию ГЭС, ты попадаешь в мир огромных чисел Тысячи мегаватт, сотни тонн, миллиарды кубометров Здесь все очень масштабно Мощность Красноярской ГЭС 6000 мегаватт Среднегодовая выработка почти 18,5 миллиардов киловатт-часов Общая длина плотины по гребню составляет 1072,5 метра Да, это поистине циклопическое сооружение Высота плотины составляет 128 метров А вот слева и справа от меня это водоводы По два водовода на один гидроагрегат Вот там внутри, сейчас внутри вот этих вот штук Течет вода с огромной скоростью Ежесекундно через два водовода на один гидроагрегат Проходит 600 кубических метров воды Если переводить это в железнодорожные цистерны То примерно это будет один железнодорожный состав Представляете, ежесекундно один состав воды Проносится по этим водоводам На Красноярской ГЭС установлено 12 гидроагрегатов Однако все одновременно они никогда не работают Электроэнергия — товар, который невозможно складировать Ее невозможно сделать впрок Ее производят столько, сколько нужно Норму выработки просчитывают заранее на основе заявок от города И промышленных предприятий Есть такая байка, как на любом производстве Да, есть байки, есть такая байка, что приезжал Алексей Николаевич Косыгин Это он тогда был в Совете министров СССР Якобы для него опускали Здесь были еще старые такие огромные приборы Гиганты со стрелками И якобы включили в ряд сагрегатов, чтобы было 6000 мегаватт Вот, ну я считаю, что байка красивая Вот, но 11 включали Машины-зал — место шумное, однако есть место на станции, где уши испытывают еще большую нагрузку По лестницам мы спускаемся еще ниже Туда, где можно, если говорить поэтическим языком, услышать, как бьется одно из 12 сердец Красноярской ГЭС Такое место на помещении — это сахар турбины Вот здесь, вы видите, вращается балл турбины Скорость 93, где-то оборотов в минуту Вот там отможен, что-то там можно видеть, как вода по ним пьет Это вода, которая является смазкой для подшипника турбины Какие закоулки Красноярской ГЭС остались неисследованными вот именно в этом сюжете Можно будет увидеть сегодня вечером в 20.45 Полная версия программы, как это устроено, смотрите, прошу Ну и что, хотел поздравить с праздниками, которые ожидаются в эти выходные Так как мы в эти выходные будем спать, выходить не будем Завтра день учителя в Индии, если знакомый у вас индус есть учитель Прошу, позвоните, поздравьте его Также в воскресенье день работников нефтяной промышленности Дорогие коллеги, коллеги Прошу прощения, дорогая наша надежда на наше экономическое благополучие Высоких вам цен на нефть Не знаю, какая там нефть должна быть чистая, вкусная, красивая В общем, самая лучшая вам нефть и успехов В общем, поздравляем вас Ну, а еще хотелось бы напомнить телефон нашей редакции По которому вы можете звонить в течение всего дня 2 05 06 78 Звоните нам, пожалуйста, оставляйте свои комментарии Высказывайте свое мнение Предлагайте, может быть, темы, которые вам интересно будет тоже поговорить с нами в прямом эфире Посмотреть сюжет на эту тему Задать вопрос психологу нашему Пожалуйста, звоните в течение всего дня 2 05 06 78 Ну и заходите в ВКонтакт Там есть группа Афонтова Утренний кофе с Афонтова Оставляйте тоже свои замечания, комментарии Отчеты о проделанных мероприятиях Об отдыхе Вот впереди у нас много интересных событий на выходных Поэтому ходите, фотографируйте, пишите С радостью опубликуем На сегодня это все у нас Утро заканчивается, впереди рабочий день Посмотрим, что будет в понедельник Смотрите в понедельник в программе Утренний кофе Все мы дети одной реки Впечатления о фестивале Охота в школу Как пробудить в ребенке интерес к учебе Мы берем с собой кота Правила путешествий с животными Утренний кофе Генеральный спонсор программы Утренний кофе Салон Штор Тач На Дудинской 2 Телефон 220-12-21 Просыпаюсь, умываюсь На работу собираюсь И на завтрак новостями Я попутно заправляюсь Узнаю прогноз погоды Слышу много разных песен Экономика и мода Мир ужасно интересен Ты можешь с утра быть хмурым И даже слегка неловким Знаешь, что поможет тебе Утренний кофе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!